Добрый день, уважаемые телезрители. Итак, на нашем канале телемарафон. Спасибо кубанским врачам. И сегодня здесь, в студии, вместе с вами, ближайшие несколько часов проведем мы, Анна Володина. И Алексей Шулепов. Здравствуйте, друзья. Мы надеемся, что сейчас нас смотрят не только горожане, постоянные наши зрители, но и врачи, которые все-таки улучшают сегодня минутку, моменты их родные. И потому что все это сегодня для вас, для тех, кто действительно герои нашего времени, которые спасают наши жизни. И сегодня мы хотим благодарить вас в течение всего дня. И мы надеемся, что это получится. И для начала, наверное, вообще расскажем, что сегодня ждет в марафоне всех зрителей, да? Ну, прежде всего, и мне кажется, это самое главное, мы сегодня покажем фотографии врачей. Поверьте мне, их огромное количество не только в городе Краснодаре, в Краснодарском крае. Мы покажем лишь чуточку, лишь небольшую часть этих фотографий. Но просто если бы мы показывали всех врачей, всех медработников, то у нас просто не хватило бы эфира. Да, также мы хотим рассказать вам историю людей, реальных людей, которые переболели ковидом, которые могут прямо лично каждого своего врача поблагодарить. Самое главное, выздоровели. Выздоровели. И вспомним тех врачей, которые, к сожалению, ковид победил. Но главное, что сегодня мы хотим просто понять, что ковид – это наша общая борьба. Это наша общая болезнь, с которой, как мне кажется, и мы об этом должны помнить всегда, мы обязательно победим. Ну и еще один очень важный момент, почему сегодня, почему все ведущие средства массовой информации… И печатные, и телевизионные компании, да. Радиокомпании. Почему именно сегодня мы говорим спасибо медработникам, спасибо врачам, спасибо санитаркам, спасибо медсестрам, медбратьям, фельдшерам, водителям, всем тем, кто так или иначе связан с медициной. Все дело в том, что 12 марта, то есть 8 месяцев назад, был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом на Кубани. Инфекция была обнаружена у жителя Приморско-Ахтарского района. С этого дня был запущен подсчет новых положительных тестов на COVID-19. Это отправная точка. И это случилось ровно на следующий день после того, как ВОЗ объявила, что коронавирусная инфекция – это всеобщая, это пандемия. Но прежде чем, да, мы начнем двигаться дальше, единственное, да, еще один сюрприз, который у нас есть, который… Большое, кстати, спасибо, да, людям, которые работают в краевой клинической больнице номер 2, они предоставили нам такую возможность. У нас есть настоящий, правда, настоящий костюм врача, который работает, любого медработника, который работает в красной зоне. Это только часть костюма. Здесь вот еще есть перчатки, есть маска. Но, опять же, это далеко не все. Я постараюсь, чуть позже у нас будет небольшая пауза, в этот костюм облачиться. Очень интересно, как Алексей будет себя чувствовать, потому что врачи в нем 12 часов перерывом проводят. Мы попробуем хотя бы какое-то время продержаться. Вот очень интересно, это будет такой эксперимент для нас тоже. Да, скажу честно, вчера, когда я все это увидел, мы не мерили, но достаточно проблемно, мне кажется. Но это будет чуть позже. Давай продолжим нашу хронику, чтобы освежить в памяти, как все это начиналось. Март это был такой самый насыщенный, да. Каждый день происходило что-то такое очень значимое. Итак, 13 марта, на следующий день, после того, как первый случай у нас на Кубани обнаружен, был подтвержден, в Край ввели режим повышенной готовности, который регламентирует ограничения на проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей, также на участие всех мероприятий с детьми. Я очень хорошо помню этот момент, у меня должны были быть съемки в парке. Даже на свежем воздухе мне позвонили, сказать, нет, рисковать не будем, отменяем все. И также на сайте администрации региона создан раздел о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции официальный ресурс краевого оперативного штаба, от которого мы до сих пор получаем самую оперативную информацию. 18 марта в школах и детских садах в Кубани введено свободное посещение. Также стало известно о том, что весенние каникулы будут продлены до 11 апреля. 19 марта, на следующий день, подтверждены еще два новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, в Край уже три заболевших новой инфекцией. 21 марта, еще два новых случая заболевания коронавирусом подтверждено на Кубани. Таким образом, общее количество заболевших составило 5 человек. А 25 марта, еще четыре новых завозных случая, и выявлены они у нас на Кубани. Итого, вот из этих завозных случаев, общее число заболевших составило 9 человек. На 25 марта. 26 марта, решением главного санитарного врача Краснодарского края, прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, фудкортов в торговых центрах и проведения экскурсий. И, наконец, 31 марта в Край введен режим карантина. Сначала до 5 апреля, закрытые парки, скверы, набережные, не работают кафе, рестораны, прекращается деятельность ярмарок, рынков, всех магазинов, кроме продуктовой, хозяйственной и аптеки работали. Гражданам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями рекомендовано было соблюдать режим самоизоляции для автомобилей. Вы помните, очень хорошо это ввели спецпропуска. Ну и дальше, уважаемые телезрители, мы к вам обращаемся, вы можете принять самое непосредственное участие в нашем марафоне, вы можете свои добрые слова, свои хорошие мысли, свои мнения о том, какой благодарности заслуживают наши врачи, вы можете отправлять к нам на телефон с помощью WhatsApp, телефон 988-888-2138. Итак, 988-888-2138. 3 восьморки 2138. Вот так, может быть, легче запомнить. Пишите, обязательно мы их, вот уже, кстати, смотрите. Да, у нас еще до нашего эфира, уже благодаря рекламе в социальных сетях, у нас стали поступать первые такие вот благодарности, вы их можете видеть уже у себя на экране. Ну и самое главное, мы сейчас покажем вам сюжет, это был первый сюжет, такой про коронавирус, ну один из первых, да? Самая первая сборная такая солянка у нас была, где мы собрали все, как город отреагировал, что происходило вот в первые дни, где-то в конце марта был снят. 20 марта, по-моему, это было снято? Смотрим. Первыми отреагировали на информацию о вирусе учебные и дошкольные учреждения Кубани. Школы и вузы края перешли на дистанционное обучение. При случае необходимости школы будут готовы организовать для младших школьников, для учащихся первого и четвертого класса, дежурные группы, для того, чтобы наши малыши, особенно ученики первых, вторых классов, если родители нет такой возможности, находились под присмотром педагогов. Кстати, за судьбой первого зараженного пристально следили и медики, и СМИ. После всех процедур и времени, проведенного в изоляции, он чувствует себя хорошо. Состояние его стабильное, ближе даже к удовлетворительному. Он получает противовирусную терапию. Помещен он был с самого начала, естественно, в специальный бокс, то есть это палата, которая имеет все, так сказать, режимы защиты при биологической безопасности. Волноваться о здоровье это правильно, особенно весной, когда прохладно и дождливо. Заодно будьте более внимательны к своим старшим родственникам. Новый вирус, как говорят специалисты, особенно опасен для людей в возрасте. Симптомы коронавируса сходны с обычной респираторной инфекцией. Это кашель, это насморк, это общая слабость, боли в теле, тошнота, может быть, рвота, диарена. Это тоже нужно обратить внимание. Кстати, бригады скорой помощи как работали, так и работают в штатном режиме и моментально реагируют на каждый вызов. Мы сами убедились в этом, отправившись с ними в рейд. Сегодня в Краснодаре дежурят в среднем 65 бригад и более 100 машин находятся в автопарке. Всем необходимым оборудованием врачи запасены. При этом нашлись люди, которые решили на всеобщем волнении сделать себе карьеру блогера и правдоруба. Но способы для достижения этой цели выбраны были очень некрасивые. Хорошо, что от внимания тех, кому не безразлично, такие случаи не ускользнули. И он это снимает, якобы это последнее, и он все покупает. Вот из-за таких кризис у нас и наступает, смотри. А теперь он все назад будет раскладывать. Нормально? Не верьте слухам и домыслам. На данный момент ситуация в крае стабильна. Все под контролем специалистов. Слушай, ну знаешь, Аня, вот прошло 8 месяцев, да, каких-то. Тогда казалось это очень страшным. Я имею в виду пустые полки, гречка, я не знаю, что там, что пропадало еще. Страшным на самом деле казалось то, что люди это выкладывают и создают вот эту искусственную панику, ажиотаж. Мы многократно снимали сюжеты, что не было этого дефицита. Были магазины полные. На самом деле на это кто-то ввел. С одной стороны, с другой стороны, сейчас 8 месяцев прошло, да, и это кажется уже достаточно забавным, потому что, ну действительно, мы прожили эти 8 месяцев, да. И ведь и гречка вернулась, и все остальное. Не пропадало. Все замечательно. Единственное, еще раз, да, хочу напомнить, спасибо, спасибо кубанским врачам, спасибо, доктор. Мне так нравится эта фраза. Мы говорим, мы говорим спасибо, и сразу получаются те самые люди, которые являются таким мостиком, да, сейчас в период коронавирусной инфекции между нами и доктором. Я имею в виду станцию скорой помощи, я имею в виду тех людей, которые на том конце номера 03, и сейчас там в скорой помощи у нас есть корреспондент. Да, в больнице скорой медицинской помощи Милана Урусова, наша коллега дежурит весь день, мы хотим из первых уст узнать, как там сейчас все происходит, как организована работа, и, ну, насколько спокойны врачи, специалисты колл-центра, да, чтобы вот показать вам, немножко приоткрыть, как эти люди вообще работают, пока мы с вами сидим в офисах и переживаем. Здравствуйте, Милана, тебе слово. Спасибо. 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 Сейчас в этой связи напомнить о том, что врачам, правда, действительно очень сложно, сотрудникам колл-центра невероятно тяжело принимать эти звонки и пытаться разобраться с ситуацией, кого куда перенаправить. Пожалуйста, будьте мнительны, и, правда, краснодарцам еще очень много мнительных, которые симптомы даже простуды и приравнивают ковид-19. С одной стороны, возможно, это и хорошо, потому что они заботятся о себе, о своем здоровье, к чему вот все призываем, к чему призывают все сотрудники, специалисты. Это очень важно, но тоже небольшую накладку на работу колл-центра и неотложек тоже накладывает врачи. Мне их работу просто очень сложно описать, и я боюсь, что мы сейчас немножечко мешаем. Вот, и их работу сложно, правда, недооценивать. Они работают просто 24 на 7 на износ, а фельдшеры на готове выехать в любой момент, чтобы спасти жизнь краснодарцам. Я просто не могу разговаривать в этой маске, очень тяжело. И говорить о том, что как этим людям приходится быть в экипировке, и не час, не два, несколько часов, или же 24 на 7 практически, это просто безумно сложно. Хочется просто отложить все вещи, снять эту маску, но, к моему огромнейшему, к сожалению, это невозможно, пока хоть какое-то послабление ограничений не будет. Мы с вами, коллеги, понимаем прекрасно, и наши любимые зрители тоже понимают, что это все случится только тогда, когда статистика пойдет на спад, когда заболевших и инфицированных коронавирусом станет намного меньше, и к этому мы все можем приложить усилия. Просто беречь себя, беречь не относиться друг к другу, и, конечно же, соблюдать все меропезопасность в те, к чему я всех призываю. Коллеги, вам слово. Да, спасибо. Спасибо, Милана. Не будем тебя мучить вопросами, тем более, что мы еще сегодня обязательно с тобой будем выходить на связь, ну, там, раз в час примерно. Действительно, не стоит мешать людям, которые сейчас занимаются тем, что принимают звонки от тех, кто нуждается в помощи. Мне показалось, ты тоже стал тише говорить. Да? Да, как будто бы и нам тут не хочется мешать всем медикам сейчас, но на самом деле спасибо большое больнице скорой медицинской помощи, что пустили, что разрешили нам вот показать вашу, так сказать, кухню за кулисой, да, как у вас все происходит, это очень важно. Ну, вот, кстати, и я помню, что врачи и фельдшеры скорой помощи, они же одними из первых вот эти, вот этот скепсис очутили, потому что им приходилось выезжать на выезды, вы помните, да, уже вот в этих противочумных костюмах. И люди снимали это, хохотали и говорили, ну, некоторые недобрые люди говорили, что это все перебор. На самом-то деле, да, на самом-то деле от этого зависят человеческие жизни. И еще одно немаловажное мероприятие, о котором, мне кажется, не стоит забывать, и на которое, да, ну, я так думаю, что большинство из нас первый раз столкнулись, это такая массовая дезинфекция. Что это такое, как это, и как это выглядело, ну, примерно 8 месяцев назад в городе Краснодаре, давайте сейчас посмотрим. Заслон инфекции на каждом шагу. Краснодар, как большой живой организм, тоже своего рода носит защитные маски и моет большие сильные руки. Все это и образно, и тем не менее правда. Город дезинфицируют, его улицы, парки, скверы, общественный транспорт и, конечно же, подъезды. 10 тысяч многоквартирных домов в краевой столице каждый день опрыскивают специальными препаратами. С самого начала объявления всех карантинных мероприятий, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, все многоквартирные дома, подъезды, места общего пользования, контактные поверхности ежедневно должны обрабатываться дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется домофонам, дверным ручкам, перилам. Чтобы дезинфекцию провести не только качественно, но и быстро, используют современную технику. Специалист в таком костюме, с таким ранцем за спиной и распылителем в руке, похож на одного из героев фильма «Охотники за привидениями». Охотника зовут Станислав. Заочно учится в колледже электронного приборостроения и трудится в управляющей компании. К работе я отношусь очень хорошо, она мне нравится и также делаю доброе дело. Эта работа несет ответственность. Я чувствую, что я вношу важный вклад в борьбе с вирусом. Даже при наличии мощного аппарата ручной труд, точечный, очень даже показан. А если какой квадратный сантиметр дверной ручки не коснулась капля из распылителя, поверхность заботливо протрет женская рука. Лола – мать двоих детей, и она прекрасно понимает, насколько важно то, чем она занимается. Я чувствую ответственность, когда выхожу на работу, потому что надо обрабатывать кнопочки лифтов. Вот здесь живут много людей, особенно детей. Ежедневно, по несколько раз в день, мы все это обрабатываем, дезинфицируем. Я понимаю, что от моих действий зависит здоровье людей, которые живут в этом доме. Из чистого подъезда на такие же улицы их дезинфицируют не менее тщательно. Объем ранца – 16 литров. Такого количества препарата хватает на дезинфекцию двух скверов и пяти-шести остановок. Эти общественные места, как и детские спортивные площадки, обрабатываются по разу в день. А вот общественный транспорт подвергается таким процедурам чаще. Дезобработку мы проводим трижды в сутки перед выездом, по возвращению вечером транспорта в депо. И сейчас, в тот момент, когда мы не работаем полноценно и в дневное время транспорт находится в депо, проводим санитарную обработку днем, перед выездом, естественно, вечерним. Весь подвижной карантинный состав КТТУ дезинфицируют таким образом, а это больше 200 единиц. Здесь зловредному вирусу деваться тоже некуда. Он просто обречен. Но для этого надо постараться людям, которые в специальных защитных облачениях сводят усилия, возможно, инфекции на нет. Для меня, как для постоянного пассажира общественного транспорта, особенно важно знать и понимать, что все контактные поверхности внутри салона обязательно дезинфицируются. Это сидение, поручни. Из-за него я могу теперь браться без опасения. Друзья, ну вот мы сейчас продолжаем наш кубанский телемарафон. Спасибо кубанским врачам. И видите, наверное, уже бежит бегущая строка с благодарностями нашим врачам. И я хочу напомнить, что вы можете тоже поблагодарить или лично какого-то врача, какую-то больницу, сказать какие-то добрые слова по номеру... 3 восьмерки, 21, 38... Ну и так как все это затеяно для наших врачей, очень хочется, чтобы вы видели тех людей, кто нас спасает, кто нас лечит. Кому мы говорим сегодня? Спасибо. Да, не всех, но небольшую часть. Давайте посмотрим. Это фотографии. Врачей, медицинских работников из специализированной клинической инфекционной больницы. Это те самые фотографии, которые мы просили заранее показать кусочки их рабочей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Сергеевич. 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 что это точно, что они не видят родных. Вот это бывает сплошь и рядом. На самом деле, насколько мне объясняли, это, конечно, по желанию, но есть врачи настолько самоотверженные, преданные работе и людям, что они не возвращаются домой неделями, месяцами. Они настолько поглощены спасением жизни, что близких не видят. И вот летом мы снимали сюжет про маленькую девочку, ну как маленькую, подростка, но тем не менее, эта девочка в 15 лет осталась одна на несколько месяцев, потому что ее мама в это время спасала людей в красной зоне. И давайте мы сейчас посмотрим про нее сюжет. Это Арина Ковалева, девушке 15 лет, и она уже три месяца не виделась с мамой Оксаной, которая работает рентгенологом в краевой инфекционной больнице. Сейчас школьница живет со старшим братом, он несет службу в полиции и домой приходит лишь поздно вечером. Арина даже на расстоянии старается поддержать маму. Созваниваются они, когда у Оксаны появляется свободная минутка. И вот длинные гудки, видеосвязи и, наконец-то, долгожданная онлайн-встреча. Мечтая о встрече, скучать Арине не приходится. Дистанционное обучение позади прошло, но, кстати, на отлично. Восьмиклассница окончила этот учебный год на одни пятерки. Даже своими оценками старалась поддержать маму, которая вынуждена работать в красной зоне. Помимо этого, у Арины остались онлайн-занятия по гимнастике, проходят они два раза в день. Девушка уже кандидат в мастера спорта. Еще Арина с радостью играет с любимицей Бетти, но и домашние обязанности, которых стало намного больше, она старается не игнорировать, а наоборот принимает как опыт. За время самоизоляции, пока мама на работе, Арина научилась ни много ни мало готовить. Первое, что это было, это был хлеб. Мне нужно было сделать презентацию в школу. Я его приготовила с горы пополам. Получилось очень вкусно. Брату понравилось. Старший брат Эдгар, который оценил кулинарные способности школьницы, сегодня отмечает день рождения. Торжество пройдет в узком семейном кругу с сестрой. Конечно же, вечером дети позвонят своей любимой маме, если у нее будет свободная минутка. И обсудят то, чем будут заниматься после карантина. Ну что, ну вот так все выглядело в жизни Арины несколько месяцев назад. Мы хотели накануне марафона, мы с ней снова связались и узнали, как сейчас у нее обстоят дела. И она такой привет, наверное, всем нам и зрителям передала. Давайте послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Ковалева Арина. Моя мама Ковалева Оксана Борисовна проработала три месяца в закрытом госпитале при инфекционной больнице. Когда ее наконец-таки выпустили, мы поехали навестить бабушку после столь долгой разлуки. А дальше мы с мамой поехали в наш долгожданный отпуск в Крым. И хорошо там отдохнули. В данный момент мама все так же работает в инфекционной больнице и спасает людей. А мы продолжаем наш марафон. У нас в студии появляются первые гости. И это президент Федерации Рэгби Краснодарского края, заслуженный мастер спорта Владимир Остраушка. Здравствуйте, Владимир. Мы хотели сказать, что не только обычные люди, которые не занимаются профессионально спортом, вынуждены очень много ездить в командировки, спортивные какие-то на сборы. Но вот спортсменов, наверное, пандемия очень сильно затронула. Но Краснодарский край, подтвердите, да, эту информацию стал единственным регионом, где в России удалось организовать первенство России по рэгби. Это так? Фактически, да. Ну, то есть, смогли так организовать все, чтобы все прошло? Скажу, наверное, что спорт, наверное, одни из самых первых почувствовали приход ковида. И действительно, реальность изменилась. Привычная жизнь стала другой совсем. Потому что стали переноситься, отменяться соревнования. Даже самое элементарное, нам не удавалось проводить тренировки. Карантин, самоизоляция. Но в условиях жесткой пандемии, да, нам удалось провести и сыграть чемпионат, возобновить его. Стартовать даже, можно сказать, одними самыми первыми в стране. Это рэгби стартануло. Местер из других видов спорта. Да, из других видов спорта. Мы даже на день раньше начали играть чемфутбол. Сколько команд было? В чемпионате у нас 10 команд. Скажите, Владимир, а вот рэгбисты, у меня даже майка настоящая, да, там таких два меня поместится. Это крепкие, здоровые ребята, которых, по-моему, вообще ничем не возьмешь. А были какие-то опасения у вас, у тренеров, у рэгбистов? Боятся спортсмены ковида или нет? Ну, да, интересно. Ну, я так скажу, все мы люди, да, и все подвержены заболеваниям. И спортсмены это не исключение. И у нас в команде были случаи. Ну, опять повторюсь, благодаря врачам и жестким соблюдениям норм Роспотребнадзора, мы... То есть я правильно понимаю, я прошу прощения, опять же, что перебой. Я правильно понимаю, что вот сейчас в команде главный не тренер, а врач? Ну, можно сказать, да, потому что это ежедневное измерение температуры, соблюдение той же социальной дистанции, маски, перчатки. Даже ребята, когда уже находятся не на тренировочном процессе, а в повседневной жизни, да, в социальной, все равно мы придерживаемся этих всех мер. Вот сейчас хочу обратиться к профессиональным спортсменам. Вы это самое, знаете, да, кому нужно подходить и кому нужно дарить шоколадки, чтобы пускали на тренировку? Это врач, это вот главный человек в команде. Что дальше? Как дальше будут развиваться события, на ваш взгляд? Я думаю, тут время покажет, но отмечу, что Краснодарский край, наверное, стоит во главе по выполнению всех норм, всех требований, и врачей, и Роспотребнадзора, потому что вот даже элементарное при выезде в другой регион мы сдаем тесты, только при получении тестов мы можем вылететь в другой регион. Если есть какие-то сомнительные, то сразу локализуем ребят, убираем их, они проходят все дополнительные тестирования. Если Роспотребнадзор подтверждает, что игрок может продолжать свою деятельность, то он подключается к команде. Я знаю, кстати, вы можете теперь вести очень хорошую трансферную политику. Вы говорите, так, получать будешь чуть меньше, но зато у нас будешь играть на Кубани, там лучшие врачи, там нету ковида, там, по крайней мере, проходят соревнования. Все верно. Мне интересно еще, насколько тяжело было, знаете, ребятам без зрителей, да? Вот мы же поддержку очень сильно, спортсмены любят, ощущают, чувствуют. Конечно, да, поддержка, тем более домашних трибун, она бесценна, и это было тяжело, наверное, не только игрокам, но и зрителям, которые хотели прийти поддержать команду, а их просто не пускают на стадион. Но потом, когда начали потихонечку снимать ограничения, было допущено 10% от вместимости, потом 30% от посещаемости на стадион. И вот крайние матчи этого года чемпионата нам уже удалось провести со зрителями. Но будем надеяться, что эти проценты будут только нарастать, мы ковид поведим, тем более, опять же, у нас самые лучшие врачи, сейчас будут вакцины, будет все хорошо. Хорошо, к сожалению, да, мы там поджимаемся, у нас много материалов, сюжетов. Очень хочется пожелать здоровья, самое главное, чтобы зрители были, чтобы спортсмены не болели. Если у вас есть какие-то персональные спасибо для врачей, вы можете это сделать, вот камера. Ну, я думаю, персональные, это действительно низкий поклон, и спасибо вам за поддержку и за помощь. Мы понимаем, как вам тяжело сейчас, что 24 часа в сутки вы помогаете, трудитесь, не видя. Ни семей, ни близких, и делайте все возможное, чтобы больные вновь присоединились к своим семьям. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что нашли время и пришли к нам. А мы напомним вам, уважаемые телезрители, что у нас сегодня в гостях был президент федерации регби Краснодарского края, заслуженный мастер спорта Владимир Островушка. Спасибо. Ну что ж, друзья, и мы продолжаем наш телемарафон. Еще, как минимум, спортсмены у нас? Да, конечно, и хотим продолжить тему спорта, потому что вот есть все-таки команды, кому повезло меньше. И хотелось бы рассказать и показать слова благодарности от... Спасибо вам, клуба «Локомотив Кубань». «Локомотив Кубань», за который мы всегда тоже болеем. И давайте посмотрим, что они хотят сказать врачам сегодня. Тысячи врачей по всей стране борются с коронавирусом. Наш клуб не понаслышке знает, что такое вирус. Много игроков и тренеров переболело еще в начале сентября. Слава богу, все обошлось спокойно и без смертей. За это огромное спасибо врачам, которые помогали и сейчас контролируют эту ситуацию. В это непростое для всех время от лица баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» хотел бы поблагодарить коллег, врачей, которые действительно сейчас в режиме боевых действий, я бы сказал даже так. Очень много работы по всей стране, по всему миру. И, к сожалению, спортсмены тоже не обошли эту проблему стороной. Еще в конце августа, начале сентября, большая часть команды тоже коснулась коронавируса. Поэтому у нас было много зараженных и среди штаба, и среди игроков. Мы две недели пребывали в карантине. У нас по-разному игроки и штаб переносили это заболевание. Были и бессимптомные случаи, были и пациенты с довольно сложным течением. И здесь, как меня оценима, помощь наших коллег из специализированной инфекционной больницы Краснодарской. И особо хочу отметить помощь заместителя главного врача больницы Виктории Александровны Бахтиной. Она лично консультировала всех наших заболевших игроков, составляла схемы лечения, оценивала обследования. Поэтому без этой помощи нам бы было сложно. И мы очень рады и очень ценим вклад наших коллег. И хотим пожелать нашим коллегам терпения, выдержки и, самое главное, здоровья в этой непростой ситуации. И я уверен, что все вместе мы победим эту болезнь и вернемся к нашей обычной нормальной жизни. И мы вновь увидим этот зал полный болельщиков, которые будут получать удовольствие от побед локомотива. Всего хорошего, спасибо врачам. А мы сейчас увидим студию полную врачей, потому что все-таки наши инженеры, мужественно сцепляя провода зубами, добились нужного эффекта. И с нами на связи заместитель главного врача специализированной клинической инфекционной больницы города Краснодара Игорь Люлин. Игорь Сергеевич, слышите ли вы нас? Я вас слышу, вижу, хорошо. И мы вас слышим. И мы вас теперь слышим. И повторяем свой вопрос, да, который... Нет, нет, сначала спасибо. Спасибо! Вам большое за все, что делаете. И сколько человек трудится? Мы увидели очень много фотографий. Я знаю, что когда мы просили, да, у вашей пресс-службы, вообще говорили, там их сотни, сотни, как выбрать кого-то. Мы же не можем все 600, там, 700 показать. Сколько у вас сотрудников? Ну, непосредственно занятое оказание медицинской помощи, это 218 человек по штатам восписания. Это и врачи, и медицинские сестры, санитарки. Ну и кроме этого есть еще технический персонал, который обеспечивает работу господи. Это еще 16 человек. Игорь Сергеевич, давайте вернемся вот на те самые 8 месяцев назад. Я так понимаю, что ваша-то больница, она как раз изначально была, что называется, заточена под инфекционные заболевания. То есть вы первые, кто столкнулись с ковид здесь, на Кубани. Это правильно? Да, это так. Вы помните, как это случилось, когда объявили пандемию? Ну, вот ваши эмоции, ваша реакция? Шок, испуг, что это было? Ну, начнем с того, что Краевая инфекционная больница, это то учреждение, которое изначально создавалось, функционировало и будет функционировать как Краевой центр по оказанию медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями. И наша подготовка к чрезвычайным ситуациям эпидемиологического характера, она началась не вчера, не 8 месяцев назад. Это часть нашей работы. На протяжении многих лет ежегодно проводятся учения, проводятся медицинские конференции, отрабатываются технологии и навыки оказания медицинской помощи, в том числе в условиях ЧАЭС. Поэтому я бы говорил скорее о том, что то, к чему, может быть, мы готовились в течение долгих лет, позволило нам реализовать этот потенциал и адекватно включиться тогда, когда это нужно. Потому что это и есть, собственно говоря, наша профессия, оказывать медицинскую помощь в условиях вспышек инфекционных заболеваний. Еще один такой момент. Мы, по-моему, как-то с вами говорили в эфире в одной из программ нашего телеканала, за эти 8 месяцев врачей у нас было много, и вы тоже к нам приходили. А как на ковид отреагировали, ну, скажем так, мы, обыватели, когда стало понятно, что в вашей больнице уже есть ковидные больные? Вы, не знаю, замечали, может быть, кто-то переходил на другую сторону улицы, когда подходил на другую сторону коридора? Может быть, знакомые ваши перестали с вами здороваться за руку? Или как-то более-менее спокойно? Я не увидел того, чтобы от нас от зачумленных шарахались. Скорее, я хочу сказать слова благодарности, потому что вот эти месяцы, особенно, когда пошла вот эта волна весенняя, когда стали госпитализироваться больные, огромное количество людей, простых граждан, общественные организации, частные компании, обращались к нам в больницу и спрашивали, чем вам помочь, чем мы можем быть полезны, что вам нужно сейчас. И вот эта вот проблема, вызов, с которым столкнулась на глобальном уровне и система здравоохранения общества, для нас был в том числе пример объединения общества в борьбе с этим. И мы еще раз выражаем слово благодарности всем тем, кто приходил, помогал и до сих пор помогает. Игорь Сергеевич, ну понятно, что опять же, 8 месяцев назад мы мало что знали о том, что такое COVID-19, с одной стороны. С другой стороны, было не так много больных. Сейчас больных несколько больше, но, как мне кажется, мы чуть больше знаем про COVID и уже знаем, как его лечить. Когда было сложнее? Тогда или сейчас? Естественно, любое большое дело, когда оно начинается, и вот эта наладка технологии, наладка самого механизма, даже при том, что мы являемся инфекционной больницей, естественно, эта работа не штатная. Она требовала перестройки и самой больницы, и технологии оказания медицинской помощи. Поэтому, конечно, это все непросто. Наверное, первые месяцы были наиболее сложными. Сейчас уже втянулись, сейчас уже, ну, даже нет, давайте я задам вопрос по-другому. Как, какая атмосфера внутри коллектива, какое настроение, да, может быть, кто-то там говорит, пожалуйста, дайте мне отдохнуть, я хочу... Я уже не могу. Я уже не могу, я хочу в отпуск. И вопрос, правда ли, что врачи действительно могут выбирать, оставаться им в красной зоне или нет? Их никто там не держит? Ну, на самом деле, никого заставить мы не можем. Мы все-таки не феодальное государство. Люди работают по трудовым договорам, с соблюдением всех, соответственно, правил и норм. И люди у нас отдыхают и уходят в отпуски. Поэтому сказать, что мы прям заперты в четырех стенах и только работой, счастья такого нет. Удалось, на самом деле, организовать работу так, что мы находим возможность дать отдохнуть людям. Нет, это действительно здорово. Вы знаете, я не знаю, слышали вы это или нет, вот пока мы здесь все настраивались. Я буквально через несколько минут пойду уже примерять вот этот самый костюм. Противочумный. Противочумный костюм, в котором, я так понимаю, люди каждый день ходят вот в эту самую красную зону. Вы как специалист, может быть, посоветуете мне на что обратить внимание? Потому что я пока его только видел, даже не примерял. Ну, на самом деле, существуют алгоритмы, существуют инструкции по надеванию. И это и последовательность действий, и сама технология. Поэтому перед тем, как люди выходят у нас на работу, до сих пор мы принимаем людей на работу. Кто-то уходит, кто-то приходит. Естественно, движение персонала есть. Все, естественно, проходят тренинги, обучение. Отрабатываются навыки безопасной работы. Вот так вот в эфире на пальцах вам рассказать. Наверное, это будет неправильно. Но есть определенные инструкции, последовательность. В картинках это все в шлюзах расположено. Для того, чтобы осуществлялся и самоконтроль, и зеркала специально. Мы разместили, тоже была отдельная история. Мы искали зеркала, для того, чтобы в шлюзах повесить, чтобы медицинский персонал мог увидеть себя спереди и сзади. Все ли правильно они делают. Естественно, какие-то вещи, пока мы тренируемся в мирное время, не всегда приходят в голову. Оказалось, какие-то вот такие мелочи очень важны. Ну и вот у нас опять же возник вопрос. А сколько действительно длится смена медперсонала вот там в красной зоне? Сколько они носят этот самый костюм? Врач работает. У нас трехсменная работа. Врачи работают по 8 часов. Утро, день, ночь, соответственно, смена. Медсестры тоже 8-12 часов с соответствующими часами отдыха. Естественно, это все отрабатывается в рамках трудового законодательства, заключения трудовых договоров. Мы пытаемся защитить, в том числе и с этой стороны, наших персоналов. Спасибо большое, Игорь Сергеевич, что нашли время выйти с нами на связь. Спасибо вам уже в рамках нашего марафона. Самое главное – здоровье, да? Здоровье, здоровье и сил. Огромное спасибо вам и всем, всем вашим коллегам. Да, передавайте вот это спасибо от нашей телекомпании. У нас тоже работает немало, человек 100. И от наших зрителей, которых огромное количество. Мы с вами, если нужно, вы только шепните, мы на помощь придем. Спасибо. Спасибо, мы вам очень благодарны. Я напомню, что с нами на связи сегодня был заместитель главного врача специализированной клинической инфекционной больницы города Краснодара Игорь Люлин. И я напомню, что ты обещал примерить противочумный костюм, попробовать в нем провести какое-то время и рассказать вообще, что испытывает человек в таком облачении, да. И я предлагаю тебе сейчас... Я сейчас, знаешь, о чем подумал. Вот после слов доктора, я понимаю, что это... Да, мне нужно найти где-то шлюз, мне нужно найти где-то зеркала. В общем, нет, я... Зеркала у нас есть. Все хорошо, Леша. Да, с зеркалами хорошо. Не заговаривай мне зубы. Алексея мы отправляем сейчас примерять противочумный костюм. А вам предлагаем посмотреть выпуск... Программы. Программы «Экскурсионный Краснодар», которая посвящена медицине Екатеринодарских еще и краснодарских времен. И я думаю, это вас убедит в том, что наши врачи были лучшими во все времена. Я вспоминаю, что в эфире телеканала «Краснодар» сегодня телемарафон. Спасибо кубанским врачам. Сегодня все в СМИ регион объединились. И мы весь день говорим спасибо тем, кто спасает жизни людей, борется с пандемией, с COVID-19. Мой коллега Алексей Шулепов тоже сегодня со мной. Но сейчас я напомню тем, кто к нам только что присоединился, что Алексей ненадолго отлучился. Он примеряет противочумный костюм, тот самый костюм, в котором врачи работают в красной зоне. Пока он это делает, я также напомню нашим зрителям, что вы можете сказать лично спасибо или врачам, или больнице, которая вам помогла. Звоните и пишите на номер телефона 8-9-8-8-3-8-21-38. И вы видите сейчас внизу экрана бегущая строка, где ваши слова благодарности мы обязательно опубликуем, покажем. И к нам они уже постепенно приходят. Приходят и очень хотелось бы вам несколько зачитать. Цитирую. Наших медработников на высочайшем уровне. Поставить катетер в вену пациентки прямо в палате, сидя на коленках, чтобы уж точно попасть и сделать это хорошо. Вы маленький ростом, большие герои. Спасибо, Яна Краснодар. Вот еще одно сообщение. Мы Аветисова ВГ и Аветисян НМ прилетели с Армении с рейсом на Ростов. В аэропорту нас встретили и привезли в Краснодар в обсерватор по адресу улицы Поставая 41. Мы очень благодарны коллективу за обслуживание, за теплый прием, в особенности благодарной медсестре Голубкиной, а за вежливость, за обслуживание во всех чертах. 14 дней мы себя чувствовали как у себя дома. Спасибо вам. Алексей, я надеюсь, меня слышно, уважаемые наши зрители. Аня, ты знаешь... Почему ты не... Это весь костюм? Нет, это не весь костюм. Это только первая часть костюма. Дальше мне нужна будет твоя помощь. Я очень надеюсь, что ты мне поможешь. Смотри, что нужно. Его действительно сложно так надевать. Его на самом деле действительно сложно надевать. Давай попробуем сейчас все это дело отодвинуть. Хорошо, но подожди, Алексей, тогда пока я тебе помогаю, может быть мы... Давай я тебе объясню. Смотри, вот это одевают медработники. То есть они в этом перемещаются по больнице. Дальше они заходят, насколько я правильно понимаю, в ту зону, где уже надевают, скажем так, более серьезную защиту. То есть, вот здесь я боюсь, что мне нужна будет твоя помощь. Так, пробуем. Это на ноги. Туфли. Костюмы-то и туфли вы подготовили? Костюм, костюмы, туфли положены. Это действительно так. Ну, насколько я знаю, там у врача еще и бахилы, и они все это дезинфицируют, конечно. Это все есть, бахилы, бахилы тоже есть. И здесь, вот здесь знаешь какой момент? Очень, очень важный. А, про это, это... Ровно 10 минут, то есть мы справились. Самое главное, что мы справились. На самом деле, действительно, это достаточно сложно надеть этот костюм, тем более в одиночку. Ну, да, я понимаю, что нужна какая-то определенная сноровка. Ну, по ощущениям, жарко, честно скажу, жарко. И это за несколько минут. Это за 10 минут. За 10 минут. Ну, опять же, я очень надеюсь, я могу даже встать, наверное, да, чтобы... Покрутись. Чтобы посмотрели, то есть все есть, бахилы, костюм, то, что под костюмом вы видели. Двойные перчатки, двойная маска. И все мы заматывали строительным скотчем, чтобы вот не было вообще никакого понятновения воздуха и внешней среды. Я надеюсь, что специалисты, скажем так, ну, не найдут больших огрехов. Если найдут, ну, подскажут, может быть, что-то, что-то переделать. Я надеюсь, что Алексей не пригодится тебе этот костюм. Да, и мы продолжаем говорить спасибо людям, которые спасают жизни. И хотим напомнить, что недавно телеканал Краснодар получил возможность вещать на 22-й кнопке. И теперь нас могут видеть люди не только в городе, да, в удобном для себя формате, но и в пригородах, и в ближайших к Краснодару районах. И мы хотим сказать спасибо сегодня не только врачам, которые трудятся здесь, в краевой столице, но и тем, кто в станицах, в поселках. Что называется, на периферии. На периферии, при этом тоже на передовой у нас есть материал про чудесного сельского врача. Давайте его сейчас тоже посмотрим, скажем спасибо и ей. Меня зовут Липей Любовь Сергеевна. Я работаю сельским врачом в городе Краснодаре, поселок Индустриальный, в течение 15 лет. В свое время, по совету мамы, она сказала, что врач это очень престижно и почетно. Ну вот, училась я хорошо, и я поступила в медицинский институт в Кубанске в 72-м году. В 78-м его закончила. Я живу в частном доме, и жила всю жизнь в частном доме, сперва в родительском, теперь уже в собственном. Есть огород, есть земля, есть живность в доме, собаки, кошки, куры. Для меня нетрудно работать, это в удовольствие. Дом, огород, живность, это все хорошо, но мою работу врача никто не отменял. Я встаю утром, завтракаю, после завтрака обслуживаю вызова, обычно 2-2,5 часа, а потом на прием. На автомобиле езжу давно, права получила еще в институте в 1974-м году. Без машины, конечно, в поселке очень плохо. Плохо, потому что надо срочно куда-то подъехать, надо срочно куда-то поехать. Вызова, прежде всего, потому что поселок по протяженности очень большой. Ну, а машина выручает, все. Это наш здравпункт на втором этаже. На работу приехали. Здравствуйте. Пришла на работу, переоделась, надела халат. Люди уже ждут. Позовите, пожалуйста, Лилию Геннадьевну Захарченко. Добрый день. Проходите, присаживайтесь. Лилия Геннадьевна, на что жалуетесь, что нужно? Тебе, Сергей, мне нужно. Приговали, да? На приговоре, да, на приговоре. Мы закончились. Часто делаем. Угу. Часто обращаетесь к этому врачу? Ну, по несчастью, так получилось, что часто и давно. Еще с 2004 года. Как мы построили дом, как соседки мне посоветовали обратиться к Любовь Сергеевну, так я постоянно к ней обращаюсь. Не только я, это наш семейный доктор. Это наш врач безотказный, грамотный. Ну, чудо-человек. Не жалею о том, что я педиатр по профессии, а здесь обрела новую профессию. Начала работать со взрослыми людьми, то есть узнала много нового. Сейчас немножко все это поменялось, конференции. Очень много здесь же наши и однокурсники все встречались не так давно, вот 40 лет окончания института. Теперь уже все родные. Мыслей пойти куда-то из медицины, наверное, нет. Потому что я люблю свою профессию. У меня был такой период, что я полтора года не работала. Я не знала, я, наверное, я потом сама поняла, я цеплялась за любые статьи о какой-то медицине. Что-то, что-то, что можно прочитать где-то. Вот мне не хватало медицины. Наверное, похоже, потому что я уже 10 лет на пенсии, и так и работаю. В принципе, меня-то по-хорошему из поликлиники не отпускают. Даже если бы захотела, уйти, сказали, нечего делать дома. Работай в поселке. Очень горжусь тем, что я помогаю людям. Мне даже как-то самой очень-очень приятно, если пришел человек, который не мог что-то, что-то сильно болело, и вдруг после наших действий и манипуляций все прошло, и от нас он выходит с большой благодарностью совсем хорошо. Ну вот так. Мы продолжаем наш марафон. Действительно, спасибо кубанским врачам. Вообще, вот я сейчас посмотрел сюжет про врача сельского. А ведь зачастую там, ну что называется, на периферии, мы с тобой так определились, там ведь фельдшеры, там санитарки, нянечки. То есть там далеко не во всех вот таких вот лечебных учреждениях есть врачи. Поэтому спасибо большое всем недоработникам, всем без исключения, всем тем, кто имеет непосредственное отношение к спасению нашей жизни и к спасению нашего здоровья. Сегодня наш прямой эфир только для вас и для ваших родных. Ну вот, Алексей, уже 16 минут, 17 у нас в костюме. Ты знаешь, я чувствую, что становится теплее, дышать становится сложнее, и такое впечатление, что я, ну, так как там я уже начинаю подкипать. Ну а я просто хотела сказать, что мы должны были сейчас с тобой статистику, вспоминать опять хроники карантина, но мне кажется, в костюме это тебе будет не очень удобно. Хочу только напомнить людям. Ну да, очки, если честно, я вас здесь внизу уже начинаю запотевать. И его, наверное, плохо, но просто хочется сказать, что в апреле, да, если мы вспомним, отмотаем события на 8 месяцев 7 назад, то в апреле у нас 7 числа была первая смерть от коронавируса в Краснодарском крае. И хотим мы просто сейчас вспомнить вот это настроение. Я помню, все замерли тогда, замерли мы, замер город, и город ждал, когда все это закончится. Опустили улицы, да, и у нас у всех была такая надежда, что это ненадолго, да, что это очень быстро все пройдет на самом деле. И вот таким настроением был новин. Вот следующий ролик, мы сейчас его покажем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, мы продолжаем телемарафон. Спасибо кубанским врачам. Мы сегодня не будем грустить. Сегодня мы говорим только спасибо. Делаем это с чистым сердцем, с самыми теплыми эмоциями. У нас сегодня есть возможность сказать это лично врачам главных краснодарских больниц, некоторым. Да, и вот сейчас на прямой связи с нами заведующий инфекционным отделением номер 2 COVID-госпиталя, не краевая клиническая больница, номер 1 имени профессора Чповского Зоя Татаринцева. Здравствуйте, Зоя Геннадьевна. Так, Зоя Геннадьевна, опять же, хочется сказать вам большое спасибо, в вашем лице сказать большое спасибо всем, кто рядом с вами работает, всем, кто спасает наши жизни, всем, кто заботится о нашем здоровье. Ну и получается, что уже традиционный вопрос, а сколько человек работает у вас в больнице, сколько задействовано людей вот в обеспечении нашего здоровья? Так, опять, про обращение, не слышно, нам подсказывает, что нет звука, что-то у нас, что-то у нас, да-да-да, сейчас мы проверим связь, давайте еще раз. Зоя Геннадьевна, просим минуточку подождать, мы пока познакомим наших зрителей с сотрудниками вашей больницы. Счастью, счастью сотрудников вашей больницы. У нас есть такое слайд-шоу, есть фотографии, которые... Мы присылали, да, где в рабочей обстановке ваши коллеги, ваши сотрудники. Давайте посмотрим, мы сейчас проверим связь еще раз. Счастью, счастью сотрудников вашей больницы. Мы продолжаем марафон. Еще раз хочу вам напомнить, уважаемые телезрители, что вы можете принимать в нем самое активное участие. Ваши теплые слова, ваше участие, вашу благодарность вы можете направлять с помощью WhatsApp на телефон 8-988-38-2138. Да, и нам подсказывают, что появилась, да, связь у нас с ККБ номер 1, Зоей Геннадьевной Татаринцевой, заведующей инфекционным отделением номер 2 ковид-госпиталя. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот, слышим, и вас, вас, вам хорошо нас слышно тоже? Отлично. Ну что, Леша, традиционно, да, мы сначала говорим, большое вам спасибо. И за то, что, да, и за то, что нашли сегодня время, и за то, что так чудесно выглядите в такие непростые времена. Скажите, пожалуйста, вот, Леша, да, уже сколько... Сколько человек работает у вас? Пропадает связь. Пропадает звук, да. Пропадает звук, но мы хотим напомнить, что вот, Зоя Геннадьевна, у нас в доковидное время была заведующей кардиологическим отделением номер 4, то есть вы кардиолог и уже более полугода, правильно, в красной зоне, начиная с первых дней вообще основания ковидного госпиталя. Это так действительно, да? Это необходимость, скажите, или это такое вот личное желание, была возможность, вы вот так вот переквалифицировались из кардиолога в инфекциониста? Это была производственная необходимость, сказали, одна, все, кто здесь работает, если дальше... Ох. Зоя Геннадьевна, вы знаете, связь то появляется, то пропадает по опыту, может быть, вы попробуйте как-нибудь вот сесть ровно, чуть-чуть от камеры подальше, да, потому что как будто идет наводка небольшая, получится? Вот, вот так. Тогда... Так, слышим вас, раз, два, три, четыре, пять. Слышно меня? Слышно, теперь лучше гораздо, давайте еще раз. Это была производственная необходимость, то, что вы оказались, да, в красной зоне. Зоя Геннадьевна, мы умеем читать по губам, но я боюсь, что что-то сегодня немножечко идет не по плану, да, не все зрители. Давайте попробуем все-таки еще раз перенастроить связь, а пока у нас есть еще партия фотографий, есть еще блог с фотографиями из вашей больницы, давайте их посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня, видимо, очень много желающих, интернет подвисает, поэтому мы не сдаемся и сейчас на связи по громкой телефонной связи с нами заведующей инфекционным отделением номер 2 COVID-госпиталя, Краевой клинической больницы номер 1, это Зоя Татаринцева. Зоя Геннадьевна, слышно вам нас? Да, мне вас слышно хорошо. Я надеюсь, что да, вас слышат и наши зрители. Зоя Геннадьевна, то есть мы уже выяснили, что в Красную Зону это была... Все врачи идут, да. Все врачи, это была необходимость. А если можно, страшно было первый раз туда заходить? Некоторым врачам было страшно. Лично я не думала о страхе, я думала о том, что как правильно организовать работу этого отделения. И, если честно, просто не было времени думать о страхе и о чем-то, о безопасности себя, о безопасности моих сотрудников и о выздоровлении пациентов. А вот сколько, кстати, сотрудников всего больницы? Фотографий очень много было. В ковидном госпитале в настоящее время работает около 250 медицинских работников. Из них врачей 40. Все остальные это медсестры, санитарки, реабилитологи и прочие сотрудники. А вы помните, в первые месяцы сколько вы вообще спали? В первые месяцы даже сложно предположить, сколько спали. Работали часов по 14-15 в сутки, а остальное время это нельзя сказать, что спали. Скажите, пожалуйста, а краевая клиническая больница, ведь она с самого начала, она не была ковидным госпиталом, она не была инфекционной больницей. А сейчас вы занимаетесь только ковидными больными или, скажем так, по другим профилям тоже принимаете больных? Получается сейчас? Конечно. У нас большой многопрофильный стационар и ковидный госпиталь это лишь малая доля стационара. Всего стационар может вместить в себя до 2000 пациентов. И остальная больница работает, как и работала ранее, в прежнем режиме, принимает плановых пациентов, принимает экстренных пациентов, хирургического, кардиологического, неврологического профиля. То есть все то, что было до ковида. На ковид сейчас работает лишь небольшая часть стационара. На сегодняшний момент у нас лежит 150 пациентов с коронавирусной инфекцией. Все остальные, это около 1500 пациентов, это пациенты другого профиля. Зоя Геннадьевна, честно говоря, я не знаю, видели ли вы в тот момент, когда я надевал костюм, в котором входят в красную зону. Если видели, скажите, насколько правильно я его одел. И вообще, можно ли привыкнуть к такому костюму? К вот этому противочумному костюму. Потому что, честно скажу, я испытываю уже определенный дискомфорт на самом деле. Я не видела момент, как вы одевали этот костюм. Я вас увидела уже в самом костюме. Но самое главное, не как одевают костюм. А самое главное, правильно его снять. Для того, чтобы не вдохнуть воздух. Когда ты раздеваешься и снимаешь себя, естественно, коронавирус может попадать в воздух. И нельзя его вдохнуть. Поэтому есть определенная процедура раздевания. После того, как доктор выходит из красной зоны. Одет на вас костюм правильно. Единственное, что дополнительно мы делаем у себя в больнице. Мы еще дополнительно обклеиваем бинтли. Это похожий материал на строительный скотч. Вокруг маски очков. Для того, чтобы и там избежать при сползании капюшона, при сползании очков, маски, когда ты работаешь и находишься достаточно. Да, вы знаете, мне говорили об этом, когда я готовился к эфиру. Но честно скажу, я пожалел брови на самом деле. Потому что мне показалось, что это будет потом очень... Ну скажите, пожалуйста, Зоя Геннадьевна, у нас у Алексея Геннадьевича сколько вот времени, когда обычному неподготовленному человеку можно в нем находиться безопасно для здоровья? Мы сейчас тут не шутим ли, так сказать, с огнем? Все зависит от, собственно говоря, состояния здоровья самого человека и от того, насколько он эмоционален, насколько он, в принципе, физически подготовлен. У нас были случаи, когда приходил человек первый раз на работу, он одевал костюм и тут же падал в обморок. У нас были и такие случаи. Ну надо же. Алексей у нас держится уже 30 минут. Фактически, да. Человек некоторый может не в состоянии такую гипоксию пережить спокойно, без последствий. Но таких, естественно, были единицы. Остальные одевают спокойно, идут работать. Повторяю, все понимают, что это необходимо. И никто не думает о том, удобно, красиво, комфортно, хочу или не хочу. Об этом никто не рассуждает. Спасибо большое, Зоя Геннадьевна, что дождались этой связи. Мы, на самом деле, действительно очень хотели с вами поговорить. Мы хотели сказать вам большое, огромное спасибо. И передавайте наши теплые слова и наше спасибо всем вашим коллегам. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Всего доброго. До свидания. А мы еще раз хотим напомнить, что у нас с нами на связи была заведующая инфекционным отделением номер 2 COVID-госпиталя НИИ Краевая клиническая больница номер 1 имени профессора Очиповского, Зоя Татаринцева. А сейчас с нами на прямой связи будет, надеемся, все будет хорошо, с интернетом. Наша коллега Милана Урусова, напомню, сегодня наша съемочная группа дежурит в больнице скорой медицинской помощи Краснодара. Они рассказывают нам, как проходит там работа, может быть, какие-то цифры, да, Милан, сколько звонков, сколько по ковиду из них случаев, ну и вообще твои впечатления от того, что ты там видишь. Можешь нам в двух словах сказать? У нас двоя решетка? Телефон, говорите вашу. Алексея Ана, снова здравствуйте. Я впервые провожу столько времени в больнице скорой медицинской помощи и уверена, сейчас могу сказать о том, что ни я, ни вы точно уж недооцениваем работу диспетчерской службы. Вот эта бумажка, я ее получила буквально минуту назад, и это с утра 731 вызов поступил сюда в колл-центр, из них с жалобами на ковид-19 91 вызов. Мы не знаем, насколько возможно подтверждение этого диагноза у этих людей, но точно известно одно, что на каждый вызов выезжает бригада скорой помощи. И как раз о работе, которая проводилась и проводится в период пандемии здесь, в Краснодарской БСМП, мы позднее поговорим с главным врачом Николаем Босок. Это будет очень такое расширенное, скажем так, общение, поэтому я всех призываю не отходить от экранов и ждать. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо большое, спасибо большое, Милана. Еще раз хотим напомнить, что Милана Урусова сегодня работает целый день в колл-центре скорой помощи, и последние информации мы получаем практически каждый час онлайн. И также хотим напомнить, что сегодня все СМИ региона принимают вашу благодарность врачам. Мы, в частности, делаем это с помощью мобильного телефона номер 8-988-3-8-21-38. Пишите, и мы обязательно прочитаем слова, которые вы хотите адресовать тем или иным медицинским работникам. Ну и вот мы говорили про противочумный костюм. Леш, ты еще держишься? Я еще пока держусь. Давай мы покажем просто, как происходит все в красной зоне не только со слов доктора, но и глазами нашей съемочной группы. Да. Уверен, сейчас по ту сторону экрана десятки людей просто ухмыльнулись. Для кого-то коронавируса априори не существует. По мнению других, это глобальный заговор. Но как бы не так, к сожалению. Там, где мы не ожидаем ее встретить, любой, кто оказался к вам ближе, чем на полтора метра, может оказаться носителем вируса. Даже если его тест показал отрицательный результат, хотя у него дома родные, у которых это коварная болезнь. В этом случае он переносчик. Думаю, одного примера пока достаточно. Вы все еще думаете, что это шутки? Именно поэтому, чтобы развеять ваши сомнения по отношению к коронавирусу, предупредить и оградить от опасности, наша съемочная группа отправилась в красную зону. Краснодарской краевой клинической больницы номер один. Это у нас шлюз. Здесь у нас пропускная система. Получается выход из чистой зоны. Тут дорога в один и конец получается. Ты зашел в чистую зону, ты туда уже не можешь вернуться. А здесь у нас поступают пациенты. Чтобы зайти в зону поражения, врач, а сейчас и наш оператор, должен надеть специальный противочумный костюм. И только после того, как он облачится в него, наденет средства защиты, а это респиратор, маску, двойные перчатки и бахилы, затем обработает руки антисептиком, и только тогда сможет зайти в блок, где содержатся больные коронавирусом. Здесь открывается уже совсем другая картина. Реальность, от которой отделяют лишь двери с табличками и стены больницы. Немножко поднимайся с вами, хорошо? Поехали. Упражнения эти делаются для того, чтобы, как вы видите, человек лежит уже очень долгое время, он не шевелится, так как у него стоит аппарат ЭКМО. Мы делаем это для того, чтобы у нас не было суставных контрактур, и чтобы мышцы были в тонусе, чтобы избежать пост-реанимационных осложнений. На вес золота каждая минута, каждая секунда, позволившая сделать несколько чистых вдохов. Ради этого и трудятся люди в белых халатах, не видя белого света. Уже несколько месяцев они на передовой в борьбе с опасным вирусом. Врачи, фельдшеры и водители скорой помощи, участковые терапевты, врачи-неотложки и даже студенты-волонтеры. Конечно, всех не перечислить. Но какой была бы наша жизнь сейчас без той невероятной работы, которую они проделали и проделывают даже в эти минуты? Страшно представить, правда? Это наш оперативный старт. В результате мозги нашего ковидного госпиталя, где контролируются все процессы лечения. Все консультации специалистов. Это же приемное отделение наше, где заводится история болезни. В таком режиме они работают 24 на 7. Постоянные перезвоны, постоянное общение только по рации. Люди попадают сюда только по внутреннему лифту. Это все чистая зона. В грязной зоне медики не снимают ни одного из средств защиты. Наоборот, периодически обрабатывают руки в перчатках, чтобы не принести заразу в другие помещения больницы и обезопасить себя же. Проходят целую процедуру снятия костюма. И только после того, как снимут экипировку, примут душ и продезинфицируют руки, они смогут перейти в чистую зону. Меры безопасности жесткие, как никогда. К слову, в начале пандемии в ковид-госпитале на базе ККБ номер один трудились 300 сотрудников больницы. Что заслуживает отдельной благодарности, руководству удалось полностью сохранить многопрофильную помощь. Работа была организована по опыту и подобию крупнейших клиник Москвы имени Склифосовского и Коммунарки. Потоки пациентов и медперсонала красной зоны были полностью отделены от чистых отделений. В госпитале специалисты выполняют операции разного уровня сложности пациентам с сопутствующими ковид-заболеваниями. В Краснодарском крае 23 красных зоны. В них борются за жизни более 4,5 тысяч пациентов. Краснодарская краевая клиническая больница единственная в регионе, где есть аппараты ЭКМА. Их четыре. К ним подключают самых тяжелобольных, чтобы насытить их кровь кислородом. Для лечения используют и плазму уже переболевших пациентов. Хотелось бы, конечно, попросить всех людей на самом деле соблюдать масочный режим и соблюдать меры для предотвращения передачи коронавируса. Тем самым вы поможете не только себе, но и врачам, которые самые чудесные моменты жизни смогут провести со своими родными за пределами ковид-госпиталя. А те, кто сейчас находятся внутри, хочется верить, в скором времени смогут выйти на улицы краевой столицы и вдохнуть полной грудью свежайший краснодарский воздух до боли родной и такой необходимой. Но опять же, не снимая средств индивидуальной защиты, банальной маски. Пора бы уже запомнить. Чистая зона для каждого из нас – полтора метра до блестоящего человека. Если дистанция меньше, то вы в личной красной зоне. Добрый день. Мы приветствуем всех, кто только что присоединился к телеканалу «Краснодар». Напомним, сегодня у нас телемарафон. Спасибо кубанским врачам. Меня зовут Анна Володина и мой коллега Алексей Шулепов. Да, я сегодня в несколько необычном виде, но мы проводим такой, наверное, небольшой эксперимент. Я уже, получается, почти час, 55 минут я нахожусь в этом костюме. Честно скажу, ощущение не самое комфортное. Знаешь, у меня сейчас появилось такое ощущение, что мне там где-то внизу уже хлюпает вода, потому что жарко. При том, что на улице достаточно прохладно. У нас в студии достаточно прохладно. Но по ощущениям жарко. И, знаете, очень символично наша сегодняшняя студия. Потому что вот там за окном, здесь двойное стекло, там за окном город живет, ходят прохожие, идет жизнь. А мы здесь, если честно, знаете, в какой-то такой, как в изоляции, как в обсерваторе. И по этому поводу, если позволите, я зачитаю слова благодарности. Напомню, вы можете их отправлять к нам сюда в прямой эфир по телефону 8-988-3-8-21-38. Сочи они уже приходят, да? Да. Вы их можете видеть внизу экрана вот сейчас. От всей души выражаю благодарность работнику-обсерватора гостиницы «Платан» Елене Владимировне за ее профессионализм, сердечную теплоту, за бескорыстность и благородный труд, за ее отзывчивость и понимание. Очень хотелось бы пожелать Елене счастья, здоровья, долгих лет жизни и долгой профессиональной деятельности Сейда Хмедова ОС. И еще тогда еще одно сообщение я зачитаю. Вы можете видеть их и тоже читать. Внизу бегущая строка на экране. Все, что вы присылаете нам, мы тут же транслируем в эфире. Итак, я находился на стационарном лечении в ковидном госпитале ККБ номер 2. Попал туда с пневмонией средней тяжести. Мне очень хотелось бы отметить работу медицинских сестер. Я считаю, что вся тяжесть морального, физического и профессионального труда легла на их плечи, а именно уколы внутривенно, внутримышечно, подкожно, капельницы, кварцевание, общение с больными, находящимися в испуганно-агрессивном настроении, раздача продуктов больным по палатам. И все это делают они в тяжелых костюмах. Могу подтвердить, действительно, это тяжелый костюм. По 12 часов смену. Отдельно хотелось бы отметить работу медсестер Гапеевой Ольги Алексеевны и Костиной Светланы Михайловны. Это медсестры от Бога. Костина Светлана, это не медсестра, а психолог. Золотыми руками всегда найдет подходящее слово в любой ситуации. Виталий Ромашко, город Краснодар. Еще раз напомню, телефон для ваших эмоций, для ваших теплых слов, для слов поддержки нашим кубанским медработникам. А я напомню, что сегодня вообще все кубанские СМИ объединились, чтобы вот эту дату как-то обозначить, да, 8 месяцев борьбы с ковидом. И печатное здание. Наши коллеги с других каналов, мы все сегодня марафоним. И все посредством вот наших возможностей хотим донести эти слова благодарности до наших медицинских работников. И чтобы очень надеемся, что их родные тоже сейчас нас смотрят. И не только будем читать сегодня сообщения, но и рассказывать истории людей, которые переболели ковидом и которым помогли наши кубанские врачи. И вот у нас есть один... В общем, мне показалось эмоциональное такое видео, очень эмоциональная такая благодарность. И мы хотим этими теплыми словами поделиться и с вами. Да, и сейчас герой, который вы сейчас увидите, это человек, который вообще случайно, он по делам прилетел, оказался в Краснодаре и почувствовал себя плохо. И оказалось, что у него ковид тяжелый. Кстати, я почувствовал себя плохо в самолете. В самолете, да. И здесь обратился в одну из наших больниц. И почти месяц он там провел. Но сейчас он расскажет все, что хочет сказать нашим врачам. Давайте посмотрим. Естественно, что близкие все очень переживали. Многие сюда приехали, поддерживали здесь. Но вместе с тем, очень близкими для меня людьми стали здесь врачи, медсестры, санитарки. Где я целый месяц под их наблюдением, под их контролем был. И для меня все они стали родными в прямом и в каком хотите смысле. Потому что они сделали то, о чем я даже не догадывался. Может, даже не мечтал. Вот поэтому здесь к моим родным, родственникам уже прибавились работники вот этого центра, инфекционного центра. И для меня они тоже стали родными. Я буду всегда их боготворить и молиться за их здоровье. Дай Бог всем здоровья, кто смотрит сегодня и кто серьезно воспринимает всю ответственность того, что это такое. Мы продолжаем наш марафон. И у нас в студии появился гость. И этот гость тоже со словами благодарности. Это наш коллега Евгений Бондар, ведущий программы «Не без дел». Здравствуй, Женя. Привет. Привет. Женя, на самом деле, ну, я не знаю, можно это говорить. Ты боролся с ковидом и ты его победил. Да, моя борьба, наверное, могла бы быть гораздо более серьезной. Если бы я, мне, наверное, повезло. Я, во-первых, вовремя опомнился. То есть сразу же, практически как только я почувствовал симптомы. И мой основной совет нашим зрителям будет такой. Если вдруг вы что-то чувствуете, какие-то симптомы, какую-то симптоматику, лучше сразу обратиться. Я сразу обратился, я сразу получил помощь. Я сразу же сдал тест. Я сразу же закрылся от всех на две недели. По итогу я даже просидел там чуть больше, потому что у меня была возможность. Я просто чуть-чуть продлил себе этот ковидный отпуск свой. До больницы не дошло, да, ты дома лечился, но помощь врачей все равно, консультации были. Да, конечно, были консультации. Я лечился дома. Хорошо, что так получилось. И я получил всю помощь, которая мне была необходима. То есть я, мне жаловаться, в общем-то, не на что. Жень, ну, опять же, да, мы с тобой давно знакомы. И вот эти вот 8 месяцев, когда пандемия началась в Краснодаре, мне показалось, или это действительно было так, ты как-то скептически относился к ковид-19. Маскам, ко всему этому поменяло что-то сейчас? Вы знаете, я, нет, вам показалось. Я никогда не относился к этому скептически. Я просто понимал, что если меня это коснется, то меня это коснется. То есть я практически ни с кем особо там не контактировал. Я не был в каких-то шумных компаниях. А перед тем, как я заболел ковидом, я могу проследить 2 недели своего общения конкретно с каждым человеком. С каждым. И среди них не было тех, кто заболели. Ну, общественный транспорт, мы же говорим о том, что какие-то общественные места. Все верно. Ну, я езжу на личном автомобиле. И так как у меня супруга ездила за покупками в магазины, моя дорога была очень четкой и очень ясной. Но тем не менее, где-то, как-то, мы прекрасно понимаем, что это вирус. Не нужно для этого сидеть рядом с человеком и дышать с ним нос в нос. Понятное дело, где-то, как-то, оп, и получилось. Тем более, что это через прикосновение ручки, дверные и все что угодно. Но стоит сказать по честности, после того, как я заболел, безусловно, я стал относиться гораздо более внимательнее к вопросам безопасности. Тогда еще один момент. А ты сейчас, ну, ты перевалел, ты уже перемещаешься по городу. Что-то отношение твоих друзей, знакомых тебе как-то поменялось, нет? Ну, знаешь, там, протягиваешь руку поздороваться, а кто-то отдергивает. Или сам уже отдергиваешь. Во-первых, я не протягиваю руку. Потому что, ну, я понимаю, что это такое. Зачем лишний раз? То есть, мы люди, которые понимают, что это не из-за неуважения, а потому что, наоборот, от уважения к человеку. Зачем рисковать? Если мы можем не здороваться вот так вот какое-то количество времени, ничего страшного в этом нет. Ну, придумайте любое приветствие. Так махни, так скажи. Ты что хочешь, сделай. И я этого не делаю. Во-вторых, да, люди делятся на две категории. Те, которые адекватно к этому относятся и говорят, ну, окей, переболел, переболел. Это может случиться с каждым. В этом-то и проблема. Есть люди, которые откровенно шарахаются. Есть люди, которые говорят, ну, тогда мы с тобой не будем видеться. Ну, тогда, да. У меня просто тогда вопрос. Смотри, Жень, ты говорил, ну, у всех есть работе чаты, да, рабочие, это все нормально. Ты говорил, что коллеги готов оказать любую помощь, подсказать. Ты своим родным, близким, вот, что сейчас тоже говоришь, как бережешься. И, наверное, друзей как поддержишь, которые тоже болеют. Есть такие? Да, есть, конечно. Мы всегда в контакте, мы всегда общаемся. Я всегда пытаюсь дать какие-то более-менее дельные советы. Более или менее дельные советы, потому что я не врач. Я всегда говорю обращаться к врачу. Я никогда не посоветую человеку самолечения. И никогда им не скажу, я вылечился вот этими таблетками, лечись ими, и ты тоже. Нет, обращайтесь к врачам, это однозначно. Так по-другому просто быть не может. Ну и самая главная фраза, которая у нас сегодня звучит, ну вот уже получается, да, больше двух часов. Спасибо, доктор. Я думаю, что ты тоже готов ее произнести. Конечно, я готов сказать спасибо, доктор, миллион тысяч раз, потому что именно от них сейчас зависит, ну, очень много. Я не представляю, насколько тяжело сейчас им работать. Я понимаю, что это большое напряжение и физическое, и моральное. Поэтому только респект им очень большой. Спасибо тебе большое, Женя, что пришел. Еще раз хочу вам напомнить, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был телеведущий. Наш коллега Евгений Бондарь. Евгений Бондарь. Спасибо еще раз большое. Ну, и еще у нас есть спасибо и благодарность от творческих людей. Мы сегодня весь марафон опускаем их в эфир. И поздравляем домов культуры, творческих объединений. Они тоже подключились к нашему телемарафону. И сейчас мы посмотрим одну из таких, очередную благодарность в таком творческом формате. Здравствуйте, дорогие зрители. В это нелегкое время мы преклоняемся перед трудом всех работников здравоохранения, которые ежедневно, рискуя своим здоровьем, спасают не только жизни, но и судьбу людей. Мы благодарим вас за самоотверженный труд, преподносим наш творческий подарок и пожелание крепкого здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А опять же, я прошу прощения, что перебиваю тебя, это правда очень важно, и вот и гости, которые у нас сегодня были, и врачи, которые выходили с нами на связь, они говорят о том, что да, это важно, да, это помогает, да, это дает возможность, скажем так, сбить вот эту вот волну заражений, и что самое главное, врачи говорят, да, это нам помогает, это вот то самое спасибо, которое вы можете сделать для нас. Таким способом, на самом деле. Так, и 1 июля детские лагеря и санаторий с медицинской лицензией начали принимать детей из Краснодарского края. И 3 июля выпускники российских школ начали сдавать ЕГЭ. И вот пока все это происходило, кубанские врачи и врачи из Краснодара, они некоторые по несколько месяцев не бывали дома, они работали в красных зонах, они боролись с болезнью, о которой тогда еще все-таки не очень много знали, и спасали жизни, ну, усталости, бессонных ночей, там, не знаю, общением, да, с детьми, с родными. Ну, отпуском, в конце концов, лето уже было на Кубани. И мы поэтому сегодня не только, да, рассказываем о вот врачах, которые там в ковидных госпиталях, не только о врачах, но и вообще о медработниках. И не только в рамках нашего телемарафона. Да, сегодня в течение дня и до марафона, и после вы сможете увидеть программы, сюжеты, которые мы в разное время снимали у медицинских работников, у врачов, и вы увидите сейчас одну из таких программ, но если позволишь... Этот проект стартовал в новом сезоне, да, на нашем телеканале, но он уже просто очень полюбился, потому что врачи всегда в зоне вот нашего внимания, и говорить о них нужно, и мы с удовольствием это делаем. Если позволишь, прежде чем мы предложим зрителям нашим эту программу, если можно, я сниму уже этот костюм. Так, сколько ты в нем, ты уже... Ну, получается, смотри. Час двадцать. Час двадцать, ну, плюс-минус. Ну, честно скажу, испытываю определенный дискомфорт. Я прошу прощения, я напомню зрителям, кто, опять же, не с самого начала следит за нашим телемарафоном. Алексей Шулепов сегодня пробовал, да, провести какое-то время, вот час двадцать в костюме, в котором работают врачи в красной зоне. Мы его очень долго надевали, и теперь, наверное, столько же будем снимать. И я думаю, для этого понадобится вам время, ну, а вы получите удовольствие. Не знаю, получим ли мы удовольствие от этого, но это необходимо, и сказали, снимать его нужно очень аккуратно. Да, снимать его нужно очень аккуратно, чтобы не заразиться. Об этом говорил один из докторов, которые выходили с нами на связь. Ну, вот по ощущениям, честно скажу, там в костюме очень жарко. Я весь вспотел, и я думаю, что мне еще какое-то время нужно будет, чтобы прийти в себя после того, как я все это сниму. И следы, как вот на этих фотографиях, которые вы, наверное, видели в интернете. Если честно, да, вот я сейчас смотрю на себя в мониторе, вот это только час, вот поверьте мне, это только час. Если провести 6 часов или 12, как это происходит с врачами в красной зоне, я не представляю, что будет. И одно дело, просто сидеть и ждать, какие ощущения, а другое дело, работать, принимать решения, нервничать, когда, в принципе, тут, не знаю, стресс на лицо, еще один стресс. Спасибо вам, дорогие врачи, спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваше терпение, спасибо вам за то, что вы нас не бросаете. Все медицинские работники, огромное вам спасибо. Ну что ж, и прямо сейчас врачебная тайна с Кириллом Барбухати, это у нас главный кардиохирург Южного федерального округа и Краснодарского края. Смотрим. Спасибо, спасибо кубанским врачам, спасибо всем медицинским работникам, именно так называется наш марафон, именно эти слова мы сегодня говорим, их действительно говорим от души. С вами сегодня в этом марафоне на нашем канале Анна Володина и Алексей Шлепов. И огромная команда за кадром. И огромная команда за кадром, и подобные марафоны, подобные акции, подобные специальные выпуски, да, они сейчас идут по всей Кубани, все средства, центральные средства массовой информации нашего региона, мы все говорим большое спасибо. Спасибо. И вот честно, да, вот перед программой про кардиохирурга я уходил снимать этот медицинский костюм, честно скажу, я до сих пор еще не отошел. Перехватывает дух, но мы продолжаем марафон, и так вы можете свои слова поддержки врачам, свои поздравления вы можете направлять через WhatsApp на телефон 988-3-8-21-38. И, к счастью, уже приходят эти сообщения, и мы с радостью их хотим вам зачитать, хотя бы некоторые, потому что их очень много. У меня два коротких, если позволите, ковид не прошел мимо нашей семьи. Благодарность всем медикам скорой помощи и всем медикам городской поликлиники города Анапа. Да, вы уже говорили, современные технологии позволяют нас смотреть не только в городе Краснодаре. Мы направляем свои слова благодарности медикам, которые работают не только в городе Краснодаре, а и в других городах, станицах, районах нашего края. Господи, я уже начинаю заговариваться. Последствия костюма. Еще одно. Здравствуйте, хочу выразить благодарность врачам Краснодарской краевой больницы, которые оказали экстренную помощь и провели обследование томографии. Люк, Татьяна. Еще одно сообщение. Меня госпитализировали 26 сентября с диагнозом COVID-19. Хочу отметить, самое главное, это героический подвиг персонала. Невероятный труд, а какие внимательные к каждому из нас самоотверженный персонал. По 8 часов в комбинезонах, масках, замотанных скотчем без воды и туалета. При этом все вежливы и старательны. Благодарю каждого сотрудника за помощь, участие, сострадание и милосердие. И можно еще одно сообщение. Врачи, медицинские работники, мы сегодня говорим спасибо и водителям скорой помощи, и фельдшерам, и медицинским сестрам. Вот. Здравствуйте. Хочу выразить слова огромной благодарности всему коллективу краевой клинической больницы номер 2. Как полагается, обследовали, пролечили, считай, на ноги поставили. И не могу пройти стороной мимо сестринского цеха. Девчонки, огромное вам спасибо. Вы просто машиной по излечению больных. Как хочется, чтобы в нашей огромной стране было как можно больше коллективов с такими суперпрофессионалами своего дела. Спасибо вам большое. Как приятно, шмурашки от таких слов. Еще несколько спасибо на этот раз. Это выражение чувств в творчестве. В данном случае это артисты творческого объединения. Премьера, которые тоже присоединяются к нашему марафону. Прошу. Маски, ЭВР, ЭКМО, ПЦ, теперь эти слова знают каждый недалекий от пациента человека. Коронавирус уносит человеческие жизни во всем мире. И врачи каждый день совершают невозможное, возвращая жизни пациентов. Каждый из нас может помочь пеникам даже тем, что носят маски, защищая себя и других людей. Все мы, артисты балета музыкального шоу Театра Премьера. Искренне благодарим всех врачей Краснодара за их труд и нелегкую миссию в Борисове и Заменичу весной. Спасибо вам, семьи и здоровья. Мы вас любим! Здравствуйте. Мы обращаемся к тем, кто спасает наши жизни круглосуточно. Спасибо вам, водители скорой помощи, санитары, медицинские сестры, врачи. Работая на износ, вы жертвуете своими семьями. Своим здоровьем во имя жизни людей. Буквально вытаскивая их с того света. Нынешний вирус, который приобрел масштаб пандемии, стал вызовом для всего мира. Первыми, кто принял на себя этот бой, стали вы, медицинские работники. Всегда считалось, медицина лечит тело, а культура душу. Вокально-хореографический ансамбль «Родник» творческого объединения премьера под руководством народной артистки России Раисы Гончаровой Благодарит вас за поистине героический подвиг во имя спасения человеческих жизней. Здоровья вам! ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сколько было непонятного сначала вокруг коронавируса, сколько выливалось на медиков. Я это видела сама, когда была в госпитале. Не все реагировали адекватно, но только время расставило все на свои места. Они не просто лечат наши организмы, они целители наших душ. Благодарю вас от всего сердца Инна Яковлева. И еще одно сообщение можно я его прочитаю. Мне казалось, что в какой-то момент я сойду с ума от переживания за своего ребенка. Любящая любая мать меня поймет. Врачи детской инфекционной больницы сделали просто чудо. Они просто не отходили от моего мальчика, пока не миновала беда. Пусть и вас беды обходят стороной. Большое спасибо. Это сообщение, которое мы вот сейчас в режиме реального времени получаем. Большое спасибо всем, кто их отправляет. Мы очень надеемся и уверены, что они дойдут до своих адресатов, до врачей, до их родных. И им будет очень это важно и приятно. Ну, есть еще одно место, в которое мы в реальном времени сейчас сможем попасть благодаря современным технологиям и благодаря тому, что там находится наш корреспондент Милана Урусова. Это место, где тоже достаточно много людей в белых халатах. Это колл-центр службы скорой помощи. Болития скорой помощи. Да, тебе слово, Милана. Можно ли двойного? Да, да, да. Скорая Краснодара. Здравствуйте. Алексей, Аня, добрый вечер. Я уже готова поделиться новыми цифрами. Это уже около 850 вызовов с утра с подозрением на ковид-19. 150 вызовов. Работа здесь кипит и не прекращается ни на минуту. Прямо сейчас хочу представить заместителя главного врача, заведующую станцию скорой медицинской помощи Елену Гераченко. Елена Валентиновна, расскажите, пожалуйста, как ведется и велась, в принципе, работа в период пандемии. Ну, конечно, у нас количество и звонков, и вызовов значительно увеличилось практически в два раза. Но если в начале пандемии у нас в целом вызовов-то было меньше, потому что люди боялись к нам обратиться, то сейчас у нас и вызовы по поводу высокой температуры и других симптомов, соответствующих ковиду, и вызовы по поводу других экстренных состояний просто вот параллельно увеличились. Поэтому нагрузка возросла значительно. При этом у нас количество специализированных бригад, работающих по ковиду, тоже выросло. Мы начинали с одной бригады, сейчас у нас их два. Ну, вот так получается, да, что у нас... В общем-то, количество вызовов, я имею в виду вот к вечеру. Поэтому вы заметите при следующем выходе в эфир, что их количество значительно выросло, в том числе и ковидных. И, в общем-то, мы все-таки надеемся, что будет лучше, но пока вот мы напряженно работаем. Спасибо огромное за то, что согласились выйти так с нами на прямую связь со студией. Я напоминаю о том, что мы еще неоднократно будем делиться с вами новостями, новыми цифрами по поступающим звонкам. Но просто хочется сказать, что работу вообще в больнице скорой медицинской помощи, работу колл-центра недооценивать не стоит. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Милана. 150 звонков буквально за пару часов, да? Только это на ковид, а всего больше 800. Ну вот смотри, обрати даже внимание, да, вот по включению Миланы такое впечатление, да, что сигнал подрывается, мне кажется, начинает нарастать количество звонков. То есть люди начинают пользоваться там той же самой мобильной связью, это влияет в том числе, как видите, и на наш эфир. И заметь тоже, вот это вот, как сказать, профессионализм врачей, никто не поворачивается, сотрудники колл-центра, да, никто не поворачивается, все настолько погружены в работу, что, ну, просто диву даешься. Спасибо вам. Я больше чем уверен, что завтра в наших эфирах Милана Урусова поделится вот теми, своими впечатлениями от того, что она провела там целый день в этом колл-центре. Я больше чем уверен, что очень много осталось за кадром и в выпусках новостей. И мы сможем это увидеть, узнать, подробности вы тоже. Ну, мы напоминаем, что сегодня все кубанские СМИ объединились, и телемарафон «Спасибо кубанским врачам» стартовал на нашем телеканале еще днем. Мы планируем до 19 часов, до вечернего выпуска новостей быть с вами, говорить спасибо врачам вместе с вами. Для вас. Для вас, для врачей, для всех, кто нас сейчас смотрит. Вы присоединяйтесь, говорите знакомым, родным, мы еще и в социальной тете, в интернете транслируем все, что сейчас вы видите на экранах. И, конечно же, мы хотим сегодня, чтобы вы увидели наших врачей, медицинских работников в лицах, чтобы вы понимали, кому вы говорите, и мы говорим спасибо сегодня. Вот я вспомнил, да, мы с тобой говорили об этом в самом первом часе, когда только мы открывали эту фотогалерею, которую сейчас обязательно продолжим. Вот когда видишь эти лица, когда видишь эти глаза, когда видишь эти улыбки, а, к сожалению, ну вот за масками, многие ведь пациенты этих улыбок не видят, тогда говорить спасибо, и тогда говорить какие-то теплые слова, мне кажется, намного легче. Давайте посмотрим. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, сейчас вы видели фотографии сотрудников краевой клинической больницы номер 2, ККБ номер 2. Сколько там сотрудников мы узнаем у главного врача, и сейчас у нас есть возможность пообщаться с ним. Да, он выходит с нами на связь, мы сейчас, сейчас мы его увидим, да, вот. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну, прежде всего, примите наши слова благодарности. Сергей Александрович, мы хотим, ну, прежде всего, пожелать вам здоровья, здоровья вам, вашим близким, здоровья всем сотрудникам. Ну, и сразу вопрос, уже такой традиционный получается вопрос, сколько человек у вас работает, ну, хотя бы порядок цифр, и сколько непосредственно занимается лечением ковидных больных? В настоящее время в красной зоне у нас работает порядка 600 сотрудников, из них около 200 – это врачи. В самом начале пандемии вот буквально все специалисты, да, они очень понимали, что это за заболевание, что с ним делать. Сейчас, мне кажется, как-то больше, да, осведомленность появилась. Мы знаем уже, наконец-то, как его лечить? Мы, кубанские врачи. Абсолютно правильно, да. Я думаю, что какое-то видение уже появилось относительно этого заболевания. Хотя, конечно, много вопросов есть по самому вирусу, по тому, как он передается, почему в ряде случаев вызывает тяжелые течения, в ряде случаев нет. Все равно вопросы есть, но, конечно же, основное, что за это время изменилось, изменилось наше отношение к этому заболеванию. И я считаю, что и медработники, и простые граждане более серьезно стали к этому относиться, более ответственно стали подходить к мерам противорактики этого заболевания. Ну, слушай, это очень приятно слышать. Но вот весной вы с Алексеем, да, Алексей? Да, да, да. Вы, когда соврать, в онлайне, в дистанционном формате общались на эту тему и говорили о том, что врачи в красную зону уходят на целые сутки. Они ее практически не покидают. Неделями, вот месяцами мы сегодня тоже неоднократно об этом говорим. Сейчас стало как-то легче или все так же тяжело? Вот интересно узнать. Ну, в полиции в каком плане? Может быть, в психологическом плане. Как и на любой войне, на предовой солдаты привыкают к цисту пуль, так и здесь, наверное. Я думаю, что коллектив уже за эти полгода привык к этому режиму работы. Это несколько, наверное, облегчает их работу. Но, тем не менее, все равно, конечно же, тяжело. Мы со своей стороны, со стороны администрации, конечно, стараемся улучшить как-то быт наших сотрудников. На территории организована общежития. Те сотрудники, которые имеют свой автотранспорт, имеют отдельное жилье, они, конечно, могут уезжать с территории больницы. Те сотрудники, которые живут с родителями, с родственниками, они имеют возможность жить здесь, у нас, в общежитии, на территории больницы. Сергей Александрович, ну вот так вот, положа руку на сердце, вам что-нибудь нужно, вам чего-нибудь не хватает? Я сейчас поясню свой вопрос. Ну вот там 8 месяцев назад, не знаю, полгода назад, волонтеры все переживали, привозили, оказывали помощь, не знаю, там, привозили еду еще. Сейчас вам всего хватает? Нужна какая-то помощь? Алексей, согласен с вами, да. На старте этой пандемии, конечно, было ряд вопросов. Очень вовремя, я считаю, очень правильно были введены жесткие карантинные мероприятия. Они позволили несколько отсрочить пик этого и заболеваемости, которые мы имеем на данный момент. Это дало время промышленности как-то подготовиться, это дало времени и больнице подготовиться к такому развитию сценария. На данный момент, в принципе, могу сказать, что каких-то значимых проблем мы не имеем. Какие-то нюансы, конечно, бывают, которые мы, в принципе, справляемся и решаем вместе с министерством, вместе с администрацией, решаем. Спасибо, Сергей Александрович. А скажите, если все мы, я имею в виду жителей города, края, да, мы станем носить маски, будем тщательно мыть руки, перестанем, начнем соблюдать дистанцию, перестанем прижиматься друг к другу в трамваях, в троллейбусах, мы как-то этим вам поможем, вообще сделаем этим легче врачам? Несомненно, несомненно, как бы скептически многие не относились к этому, несомненно, это вызовет снижение количества заболеваний, это вызовет, я считаю, уменьшение этого пика заболеваемости, и, конечно же, нам будет несколько легче, потому что иногда, не скажу, что постоянно, но иногда бывает и по 3-4-5 машин в течение часа приезжают к нам на приемные паркуры, для нас, конечно же, это большая нагрузка. Скажите, пожалуйста, а вот помимо лечения COVID-19, вы же занимаетесь и другими заболеваниями, изначально вы вообще не были задуманы, как инфекционная больница, принимаете ли вы других нековидных больных, хватает ли врачей, как это все происходит? Абсолютно правильно, я считаю, что с момента построек, наверное, нашей больницы, она не видела такой существенной реорганизации, в настоящее время весь 12-этажный корпус работает как ковидный госпиталь, мы перестроили машинтизацию как для пациентов, так и для сотрудников. Вначале, конечно, мы были закрыты, то есть оказывали специализированную помощь только пациентам с COVID, но вот в течение уже этого месяца мы потихонечку начинаем работать и в другом режиме, мы открываем ряд отделений для пациентов без ковида, потому как считаем, что все равно жизнь продолжается, все равно кроме ковида есть и другие болезни, и пациенты должны получать высокотехнологичную медицинскую помощь. Те пациенты, которые не болеют по нему. В настоящее время мы открыли отделение Минроскулярных финишкательств, это на 16 коек, общихирургическое отделение на 17 коек, и противоокуплевое отделение на 10 коек. Сергей Александрович, я уже задавал... Конечно, по поводу персонала, извините. Конечно, это важный вопрос, это непростой вопрос, но тем не менее мы стараемся распределять наших сотрудников ни на грязную, ни чистую зону. Пока хватает. Сергей Александрович, я уже задавал этот вопрос вашему коллеге из другого ковидного госпиталя, а как себя чувствует ваш персонал, как, ну, не устал ли, какие настроения, может, кто-то в отпуск уже просится? Ну, конечно, хочется сказать, что устали все, устали, как врачи в грязной зоне, так и в белой зоне, потому как условия несколько другие. Ну, хочу сказать, что медицинские работники, как я считаю, в большинстве своем, имеют повышенный уровень социальной ответственности, поэтому, в принципе, никто не жалуется. Потока такого, что увольняются сотрудники, такого нет. Все работают, все на своих местах и готовы, в принципе, дальше спасать пациента. Сергей Александрович, еще раз огромное спасибо. Еще раз примите от нас, от всего нашего коллектива, от наших зрителей, вот это вот наше большое спасибо, наши слова поддержки. Мы любим вас, мы очень на вас надеемся. Мы без вас не выживем, так что вы там держитесь. Да, и напомню, что на связи с нами был Сергей Габриэль. Спасибо большое. Еще можно сказать два слова благодарности тем предпринимателям, которые идут на встречу, понимают и поддерживают нас в виде различных форм благодарности. Спасибо большое и поддержки. Спасибо. Да, еще раз вам большое спасибо и самое главное здоровье. Здоровье. Спасибо. Идите сюда. До свидания. Да, до свидания. А я еще раз напомню, что с нами на связи был главный врач краевой клинической больницы номер 2, доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Кубани Сергей Габриэль. Ну и, как сказал Сергей Александрович, да, волонтеры, помощь тех, кто вызвался в самом начале, сыграла большую роль и очень облегчила вообще труд врачей, медицинских работников. И сейчас наш следующий материал как раз о них, о волонтерах, о добровольцах. В кино героев легко узнать по плащу и суперсили, а в жизни их отличает доброе сердце. Оно скрыто от глаз, но хорошие поступки заметны всегда, особенно когда весь город прячется от коварного вируса. Волонтеры включились в борьбу с COVID-19 в числе первых. У этих героев были отличные напарники, волонтеры колл-центра. Они принимали звонки от тех, кто находится в группе риска и не может выйти из дому, чтобы сделать покупки, вынести мусор или оплатить коммунальные услуги. И это не все. С самого начала пандемии и по сей день в сети можно встретить множество фейковых новостей, которые пугали и заставляли паниковать даже самых смелых. Мы всем оказываем конструктивную помощь и общую помощь, так скажем, развенчиваем мифы, которые они видят в интернете или какие-то вбросы и помогаем людям докопаться до правды и разобраться в актуальной ситуации. Со временем к активистам присоединились и те, кто раньше не занимался общественной деятельностью. Владимир, управляющий в службе такси, его тронуло то, с какой самоотдачей работают врачи и предложил своим сотрудникам бесплатно подвозить медиков на работу. Это было совместно решено с сотрудниками компании, скажем так, по поводу того, чтобы именно вступить в волонтерские ряды и помогать городу. Сейчас использовано более 50 единиц водителей, скажем так, которые помогают городу по развозу персонала, по волонтерской деятельности и тому подобное. Если потребуется больше сотрудников, соответственно, также выведем еще больше штата. Помогать всем нуждающимся приняли как свой долг и владельцы продуктовых магазинов. В каждой коробке крупы, консервы и сладости для детей. Все вместе более 40 продуктовых единиц. Такие визиты всегда неожиданность для людей. Поначалу к бесплатной помощи они относились настороженно, зато потом на слова благодарности не скупились. Спасибо, ребята, огромное. Действительно, ситуация не очень приятная в стране сложилась. И огромное спасибо, что у нас есть все-таки такие фонды, такие люди, как вы. Помощь получали семьи по всему краю. По адресам продукты развозили около 40 машин и даже мотоциклы. Краснодарские байкеры не смогли остаться в стороне и пополнили ряды волонтеров. Они также развозили нуждающимся еду и лекарства. В акцию подключились, грубо говоря, с той недели. И по спискам у нас в крае уже порядка 60 человек. Это не только ночные волки, это и русские мотоциклисты, это и ребята еще с дружественных клубов 4х4, все разные. Ну и люди, которые неравнодушны, вообще не в клубе, просто с нами дружат, общаются. И решили внести посильную помощь. Некоторые волонтеры были на связи 24 на 7 и помогали всем, чем могли. А самые смелые отправились на передовую в красную зону. В их числе была Диана Зайнудинова, волонтер-медик. Во время карантина девушка работала в реанимации ковидного госпиталя медсестрой. Наряду с другими врачами она выхаживала самых тяжелых больных. Как только выдалась возможность пойти и помогать, я решила пойти. Родители, конечно, были в шоке. Мама плакала, как же единственная дочка туда пойдет. Но они очень гордятся, думаю, как и все родители. Условия были тяжелыми очень. Мы работали в СИЗах, было жарко. Работали 6 через 6, мало спали. Даже есть, знаете, не хотелось. Пандемия нас, людей, волонтеров, молодежь объединила. Потому что мы больше стали человечней. Стали больше относиться к людям добрее. Потому что мы понимаем, что это беда общая. И помогать нужно друг другу. Поэтому волонтеры были первые те ребята, которые приносили продуктовые наборы. Которые работала горячая линия. Их было очень много. И звонков, и просьбы. Просьбы были различные. И, конечно же, каждая просьба была выполнена. Поэтому волонтерами были не только молодежь. Были люди даже старшего возраста, которые должны были сидеть с пандемией дома. Они звонили нам, говорят, как помочь. То есть это говорится о том, что именно волонтерство, партия наша сплотила людей и дала возможность поддерживать друг друга. Я думаю, что, конечно же, мы будем поддерживать и дальше наших и врачей, и людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И, конечно же, безусловно, я думаю, что это злое такое заболевание. Мы победим, потому что мы сила. Огромное спасибо нашим кубанским врачам за то, что они рядом с нами, за то, что они не боятся трудностей, за то, что они, рискуя своей жизнью, идут вперед и лечат наших людей. Ну что ж, коронавирусные инфекции все равно. Сколько вам лет, какой вы профессии. Поэтому среди волонтеров так много совершенно разных людей. И также много их среди пациентов, переболевших ковидом, которые сегодня в нашем телемарафоне говорят спасибо кубанским врачам. И один из таких людей – это глава Краснодара Евгений Первышев. Ему слово. Тяжело всем без исключения. Всем жителям города Краснодара. Но, поверьте, тяжелее всего на сегодняшний день нашим медицинским работникам. Я сам не так давно переболел коронавирусной инфекцией. Он находился на лечении в краевой инфекционной больнице. На втором этаже, в тех же палатах, где проходит лечение, непосредственно все жители города Краснодара. Стеклянные окна. Я видел, как тяжело переносят эту болезнь и пациенты, и насколько тяжело, в первую очередь, нашим медицинским работникам, которые всю свою смену находятся на своем посту, которые облачены в защитные костюмы, в маски, респираторы, которые именно в этой форме выполняют еще и медицинское обслуживание, выполняют медицинские процедуры. Это действительно тяжело. И наша сегодняшняя задача всех жителей города максимально постараться и снизить нагрузку на медицинские учреждения. Для этого нам необходимо соблюдать все меры предосторожности, безопасности, все рекомендации, которые сегодня исходят от Роспотребнадзора, от того органа, который следит за эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае, о муниципалитете, который нарабатывает обширную практику и дает действительно необходимые нам советы по тому, чтобы мы не заболели коронавирусной инфекцией, для того, чтобы мы не заразили своих родных и близких, для того, чтобы у нас не было летальных исходов. Но еще раз хочется отметить большую, слаженную и профессиональную работу наших медицинских работников. Это действительно люди с высокой степенью ответственности, и преданные своему делу, которые, не щадя себя, сегодня посвящают именно лечению больных все свое личное и рабочее время. Им не до веселья и прогулок в парке. Там врачи-герои. И глаза их яркие. В красной зоне страшно. А врачам там трудно. За себя в ответе каждый абсолютно. Берегите близких. Рядом дети, внуки. Надевайте маски. Мойте чаще руки. На нашем канале телемарафон. Спасибо кубанским врачам. Все так. Телемарафон. Спасибо кубанским врачам на нашем канале. Четвертый час. Мы уже вещаем. Уже подсаживается горло. И, знаете, на самом деле, это пустяки по сравнению с тем, что делают каждый день наши врачи в красной зоне, в чистой зоне. Те, кто занимаются ковидом. Те, кто занимаются совершенно другими заболеваниями. Вам низкий поклон. Большое спасибо. И мы будем говорить эти слова поддержки вам. Потому что от вас зависит наше здоровье. И также мы хотим сказать спасибо всем тем, кто помогает бюджетным, медицинским учреждениям, коммерческие клиники тоже на самом деле. Да, кстати, я прошу прощения, что перебиваю тебя. Да, действительно, ведь мы говорим о врачах, которые работают в государственных клиниках. Мы говорим о врачам, которые в сельской местности, в городе. Не важно. А ведь действительно, есть еще лаборатории. Есть еще коммерческие клиники. Есть еще какие-то другие медицинские клиники. Вообще, в принципе, да, те даже люди, кто никогда не обращался к врачам, сейчас, по-моему, КТ или там анализ на ПЦР, это один из самых популярных видов исследований. И мы на самом деле вот на работе, чтобы все были коллеги в безопасности. Мы регулярно проходим эти тесты. И надо сказать сегодня спасибо тем, кто нам в этом помогает. Это клиника Евромет и федеральная сеть медцентров МЛЦ. Любые виды лабораторных исследований доступны здесь. Есть еще огромное количество других организаций, которых мы можем даже... Мы там можем не знать, но вы-то их знаете. Будете туда заходить, тоже скажите им спасибо. Не надо стесняться. Не надо стесняться. И еще несколько творческих спасибо от... К нашему марафону присоединилось очень много людей. Да, и вот Кубанские симфонические оркестры и его солисты тоже хотят сказать спасибо. Вот таким творческим способом. Во время пандемии врачи это настоящие герои нашего времени. Для них прозвучит мелодия Дворжика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кубанский симфонический оркестр хочет поддержать всех врачей и подарить минуту радости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще один рисунок красуется на здании больницы номер 7, что на улице Пушкина На нем изображена медсестра Красного Креста Она держит листок с надписью «Спасибо врачам» Автором большого граффити стала краснодарская художница Татьяна Кожура А воплотить идею помогли специалисты городского управления по делам молодежи и участники общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Мы продолжаем, еще раз хочу вам напомнить, что это марафон Спасибо кубанским врачам, спасибо всем кубанским медикам И если вы следите за нашим марафоном, то обратили внимание, что каждый час мы посещаем той или иной больнице, тому или иному ковидному госпиталю И вот этот час, честно скажу для меня, достаточно приятный Потому что, я думаю, постоянные зрители нашего канала знают мое особое отношение к детям Я очень люблю снимать программы, где рассказываю про детей, про здоровье, про их творчество и так далее А этот час у нас посвящен детской краевой инфекционной больнице Я как мама тебя поддерживаю За детей всегда переживаешь больше, чем за взрослых почему-то И мы хотим сейчас показать вам фотографии сотрудников детской инфекционной больницы На их рабочих местах Это фотографии, которые нам заранее прислали Мы попросили их, чтобы показать сегодня Чтобы вы знали, кому сегодня говорим спасибо мы И вы можете тоже это сделать Но нужно сказать, да, это лишь малая часть тех людей Очень малая Очень малая часть Потому что эфирное время не безгранично А людей в наших больницах работает огромное количество Но вот эту часть мы все равно вам покажем Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Итак, специализированная клиническая инфекционная детская инфекционная больница Где спасают самых юных пациентов Некоторых из них годик-два максимум Я помню, с ребенком впервые мы туда попали Когда нам было год и два И спасибо огромное всем врачам И сейчас у нас есть возможность пообщаться Заместителем главного врача специализированной клинической детской инфекционной больницы Краснодара Это Лариса Лиденко Здравствуйте, Лариса Алексеевна! Добрый вечер! Как вам наслышно? Замечательно, хорошо слышу вас! Тогда мы с Алексеем в традиции скажем наше огромное спасибо вам за вашу работу За то, что вы ежедневно совершаете настоящие подвиги И сразу же, вот мы только что показывали фотографии ваших сотрудников Скажите, пожалуйста, сколько вообще человек трудится в детской инфекционной больнице Краснодара? Врачи, милицисты, младшего милициста, персонала всего 394 работника В ковидной зоне сейчас работает 140 сотрудников Из них 24 доктора, 50 милицистов Остальные у нас санитарочки Лариса Алексеевна, ну вот мы говорили до вашего включения Я надеюсь, вы это слышали, что у вас особая больница, у вас лежат дети И, насколько я правильно понимаю, далеко не все дети лежат с родителем Но я имею в виду тех, кто постарше Мне кажется, и это все-таки вопрос Мне кажется, у вас должны работать особые люди, особые врачи Я очень уважительно отношусь ко всем врачам Особенно после того, как посидел вот в этом костюме ковидом Но мне кажется, у вас работают особые люди С вами абсолютно согласна Особые люди, которые очень трепетно относятся к детям И правда, как дети поступают с мамами И особенно те, которые, детки поступают без родителей К ним, конечно, особое внимание, особое отношение Вне зависимости от возраста Пусть ему 5 дней, пусть ему 17 лет Он все равно для нас малыш, он все равно для нас ребенок И его боль, это наша боль Когда заболевает, когда они температуры Когда они имеют заболевание Когда ребенок даже более старшего возраста Оказывается не в домашних условиях А у нас в учебном учреждении Конечно, это спрессовая ситуация Для любого ребенка И наша задача все эти моменты Снивелировать, влазить И пребывание в больнице Для ребенка спокойным Безопасным Отружить его заботой, вниманием И чтобы он быстро поправился И наступил домой, здоровый Я могу тогда такой вопрос Вот смотрите Очень много же всяких было и слухов И слухов фейковых новостей Вообще в головах царил какой-то хаос И говорили, что дети то не болеют совсем Но мы же читаем статистику Мы ее озвучиваем, да Что детей все-таки много Очень заболевших именно коронавирусной инфекцией На самом деле, вот как у вас обстоит С этим дела обстоят Ребенок чаще болеет, чем взрослый Или нет Ну вот есть какая-то у вас уже своя статистика Через наш стационар прошло уже больше тысячи детей Конечно, все дети болеют по-разному А маленькие дети болеют легче Но есть дети, которые И потому что подростки Которые с арконовой патологией Имеют коронавирусные инфекции Сера вообще заболевает Да, они не допустят Арконовое заболевание Ожирение Сахарного диабета Деремотоидного артрита Ну и можно перечислять там Онкодематологические заболевания Конечно, эти дети дроны риска Они будут у них все могут приносить тяжело В зависимости от тяжелых отложнений Это то, с чем мы сталкиваемся Мы сталкиваемся с другими ситуациями Когда Детинфекция ранее К нам поступает тяжелейший Мультипоспалительным синдромом Которого ПИСа И которые не имеют Нескоды Это особая деятельность Мне тоже Крутно было Настроиться на лечение таких детей Понимать Суть этого заболевания И процессы, которые происходят Мне одного ребенка не потеряли Владислава Алексеевна Если позволите Я все в эту сторону Во врачебную магию Я прекрасно понимаю И я так думаю Что специфика вашей больницы Она ведь и до ковида Была таковой Что ваши врачи Ваши сотрудники Они носят маски Они носят Наверное Эти костюмы И получается Что ваш персонал С детьми общается Ну вот только глазами Есть какие-то специальные курсы Как вот можно улыбаться Только одними глазами И не знаю Как можно передавать Свои вот эти вот Положительные эмоции Ребенку Ну то есть Не подключая всю мимику лица Глазами они видят нас Прекрасно через защитные экраны И голосом Конечно Голосом И учитывая Что мы даже В несковидную эпоху Ходили всегда С ответственными Индивидуальной защитой А сейчас Одевая защитный Комбинезон Защитный экран Респиратор Мы заходя В бок К какому ребенку У нас воспринимают Космонавтов 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 И это тоже интересно Главное Как себя подать Дети очень хорошо Откликаются Надо Прожелательный голос И все равно Нас видят Нас видят Нас живут Даже через Космонавтов Спасибо большое Спасибо большое Лариса Алексеевна Что нашли время Выйти с нами На связь Ну и уже По традиции Огромное Огромное вам Спасибо В вашем лице Всем вашим Сотрудникам Всем тем Кто у вас Работает Ну вот получается От нас двоих Саней От большого Нашего Канала От наших Зрителей Мы Ждем вас Мы любим Мы на вас Надеемся Потому что В ваших руках Наше здоровье Спасибо еще раз Большое Здоровья вам Здоровья Спасибо вам Взаимное здоровье Мы продолжаем Наш марафон И давай Наверное еще Подожим Фотографии Еще фотографии Покажем Чтобы вы увидели Вот этих врачей Которые умеют Улыбаться Глазами И похожи На космонавтов Улыбаться Космонавтов 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 Ты знаешь Аня Я вот сейчас Вспоминая Прямое включение Прямое включение Да Вот это твой вопрос О том Сколько было мифов Что дети не болеют Что они не заражаются От этого пошло Что да Взрослые должны Носить маски А детям Можно этого не делать Тем более Что там Маски на них Большие И так далее Мне кажется Это в корне Неправильно Я сплошь и рядом Частенько Я делаю замечания Даже не стесняясь Мамам Которые Может быть Это неправильно Я не знаю Но я не представляю Как я могу С ребенком В переполненном Автобусе Ехать Когда сама Сижу в маске А ребенок рядом Без Вот это кстати Да Самое страшное Когда родители В масках Когда родители Что-то Что-то там Себя как-то защитили Идет ребенок Я больше всего Извините Я больше всего Не понимаю Я это видел Много раз Когда полной семьей Папа Мама Двое детей Они все приезжают На рынок К примеру Ну зачем Ну можно же Где-то Хотя бы в сторонке Или там остаться дома Папе с двумя детьми А мама может съездить Или наоборот Вот ну давайте Будем относиться Друг к другу Особенно К своим детям Ну с любовью И пониманием На самом деле Не хочется нам С Алексеем Никого учить Просто мы оба родители Да и я просто хотела сказать Действительно был период Когда возможно Да вот в этот самый Первый момент 8 месяцев назад Масок где-то В каких-то может быть Районах кто-то не находил И то это было временно Но можно А приспособить взрослую А во-вторых Я вам хочу сказать Что вот на днях Покупала очень много В аптеках появились Детские маски Родители Обратите на это внимание Я сегодня тоже увидел Это же чудо Совершенно чудное С рисунками Маленькие масочки С рисунками Разных цветов На мальчиков На девочек Вообще Очень великолепные Да и к чему мы Собственно с тобой Все это ведем Не только детям Нужно носить маски Как нам кажется Но и взрослым Более того У нас по всей стране Действует обязательный Масочный режим В общественных местах Две недели назад Губернатор подписал Продвинул режим Повышенной готовности И теперь у нас Рейдов Очень много рейдов И теперь реально штрафуют Если вы без масок Смотрите у нас Накануне 7 предприятий Общепита Штрафовали на Миллион 200 тысяч рублей А дальше Еще же Да предприятия Общепита Да массовые места Скопления граждан Транспорт Лифты Те же самые Но это не сложно На самом деле Как говорил сегодня Сергей Один из наших гостей Говорил что Если вы будете Надевать маски И мыть руки Это действительно Нам поможет По себе могу сказать 8 месяцев У нас на работе С этим строго Мы носим маски Вы знаете Я иногда Ловлю себя на мысли Что мне что-то Не хватает На улице Я иду домой Пешком после работы Я понимаю Что на пустыне На улице Мне что-то не хватает Маски К этому привыкаешь Привыкаешь Не привыкаешь Но это сейчас Необходимость Пусть временная Но так нужно Чтобы мы были здоровы И чтобы врачам Было легче И к чему мы все это вели Мы вели это К сюжету Который расскажет Как проводятся Рейды Собственно По масочному режиму По соблюдению масочного режима Сейчас вы увидите это Если кто-то вдруг Не знал Что такое у нас Вообще есть в крае Музыканты Шумная молодежь И несанкционированная Торговля Это улица Красная Сегодня она определена На три зоны Каждую из них Патрулирует отдельная группа Однако нарушителей Пока не штрафуют А только проводят Профилактические беседы После чего Сознательные граждане Сворачивают свою деятельность Цель наших рейдов Это в первую очередь Пресечение фактов Несанкционированной торговли На магистральных улицах В том числе На улице Красной Где мы находимся Ну а также профилактика Нарушений Связанных с соблюдением Масочного режима Пройдя сегодня По улице Красной По состоянию Вот на сегодняшний час Фактов Несанкционированной торговли Пока мы не выявили Но работа В этом направлении Продолжается Вплоть до 22 часов Кроме того Ограничительные меры Должны строго соблюдать В барах и ресторанах Только за эти выходные Проверены 60 предприятий Общественного питания В результате на тех Что работали после полуночи Составили административные протоколы Первое, которое бросается в глаза Это конечно работа После 12 часов ночи После 0 часов Постановление нашего губернатора Работа объектов Предприятия общественного питания Запрещена После 12 часов Также мы здесь видим Кальяны Предоставлялись услуги По курению кальянов Отсутствие массового персонала Это все Несоблюдение требований 129-го Постановлению Главы администрации За несоблюдение Санитарных требований Заведению грозит Штраф до 300 тысяч рублей А за повторные нарушения До миллиона Или вовсе Вплоть до закрытия Наказание деньгами Предусмотрено и для посетителей Многие из них Не соблюдают масочный режим И социальную дистанцию Однако справедливости ради Нужно отметить Что большинство краснодарцев Относятся к таким Элементарным средствам защиты С пониманием Я ношу маску Потому что Ну это уважение Уважение к другим Кто-то боится заразиться Кто-то реально больной Поэтому я ношу обязательно Кто-то реально просто боится Даже заразиться И это даже психологическая Может быть болезнь Боится и все И заразиться обязательно В общественных местах Очень важно надевать маску Чтобы Потому что когда очень близко Люди друг к другу стоят Чтобы снизить максимальный риск Заражения Тем более многие люди Кто-то говорит Что маску не обязательно носить Обязательно носить только тем, кто болеет. Но болезнь может протекать бессимптомно. А вот стоит только переступить порог торгового центра, слышится командам «надевайте, пожалуйста, маску». Так настойчиво посетители просят соблюдать обязательный режим защиты от коронавируса. Здесь покупатели без повязок попросту не обслужат. Но нарушителей все-таки есть. Они же недовольные и возмущенные покупатели. И всегда по одной и той же причине. Тяжело дышать в маске мне. Тяжело дышать? Да, я задыхаюсь с ней, да. Мне тяжело ее носить. Я ее не ношу, но потому что мне надоставляет дискомфорт. У меня есть энергетические реакции, которые мне не позволяют постоянно закрывать органы дыхания. Нарушителем себя девушка не считает. Однако после профилактической беседы ей выписывают протокол. Остальные посетители торгового центра отделались предупреждениями. На первый раз. В следующий все-таки придется заплатить штраф. Отговорки, что маски нет и купить негде, не принимаются. Да, это сюжет был о правилах, о правилах поведения в обществе, о том, что сейчас есть строгое правило носить маски. На телевидении тоже есть правила. Очень строгие правила. Эти правила называются сценарии. По сценарию у нас сейчас Милана Урусова, которая сегодня целый день проводит в колл-центре службы скорой помощи. Милана, здравствуй. Ты обещала новые цифры, новые данные. Час назад 150 было звонков с подозрением на ковид, 800, более 800 всего. Сейчас что изменилось? Расскажи, пожалуйста. Коллеги, добрый вечер. Я уже тут нахожусь около 6 часов и скрывать не стану. Я уже порядком устала, что уже говорите о сотрудниках колл-центра и врачах. Готова звучит новые цифры. Это около 900 вызовов с утра. Поступила уже в колл-центр и из них с подозрением на ковид-19, 160. Работа кипит, не прекращается ни на секунду. И знаете, что радует, что диспетчеры не просто принимают эти вызовы, они еще консультируют краснодарцев по тем или иным вопросам. Это, мне кажется, дорогого стоит. Прямо сейчас со мной заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи БСМП города Краснодара Галина Дорошкова. Галина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, вообще, как организована в период пандемии работа диспетчерской и насколько вот эта нагрузка легла на плечи ваших коллег? Ну, мы работаем в обычном режиме. Обычно число наших сотрудников 11 по приему вызову, 5 человек направляют бригаду на вызов. Единственное, конечно, увеличилось число звонков. А это дополнительная, конечно, нагрузка на наших сотрудников. Но я считаю, что это необходимо в наших условиях, потому что люди обращаются к нам часто с консультациями. Не просто по вопросам скорой помощи, нашей обычной работы, а люди к нам обращаются за советом, за помощью. И мы, конечно же, отвечаем, потому что понимаем, что очень необходима поддержка. Часто совет в наше время тоже очень важен. Поэтому мы помогаем, даем необходимые консультации, необходимые рекомендации, как выжить, как сохранить бодрость, духа, здоровье в это время сложное для нас. Вот смотрите, уже прошло 8 месяцев, да, с тех пор, как мы узнали о COVID-19, о существовании вот такого заболевания. Если сравнить вот тогда, в первые дни, насколько вот нагрузка вот эта легла на плечи сотрудников, и сейчас, возможно, с ужесточением или наоборот в какой-то период послаблением этих ограничений, стало больше вызовов, звонков или наоборот меньше? Вы знаете, мне кажется, вот в весенние месяцы у нас было больше звонков от обеспокоенных граждан. Они не знали, как себя вести с соседями, которые за стенкой кашляют, или вот с людьми, которые не носят маски, или к ним подходят близко. Сейчас как-то граждане адаптировались, уже понимают, что ношение масок, сан эпид-режим, мытье рук, все это необходимо. Они уже сами делают замечания, как нам рассказывают, что вот не подходите близко. Почему вы без маски? То есть люди становятся более организованы, дисциплинированы, и поликлиники наши как бы уже привыкли работать в этом режиме. Во многих поликлиниках работают свои горячие линии, и часть вопросов у нас ушло. Но количество, конечно, звонков, да и вызовы, они не уменьшаются. Люди, к сожалению, болеют. Число эвакуированных больных, ну, стабильно высокое, так скажем. Спасибо. Спасибо огромное. И хочется, наверное, добавить, что мнительных краснодарцев тоже, которые звонят вам, немало. Действительно, которые вот эти простудные симптомы приравнивают к симптомам COVID-19. Но действительно, мы пока не получим результаты, да, анализов, тестов, которые они уже непосредственно задают. Мы не можем понять, это действительно какие-то ложные вызовы, да, допустим, поступили, или же действительно стоило человека эвакуировать, вот, госпитализировать. Спасибо огромное за такой развернутый ответ. И еще чуть-чуть, да. Вкус любимого пирожного. Просто не чувствуешь. Вот. Ты очень плохо спишь по ночам, у тебя дышка. То есть, это совсем не те проявления вирусной инфекции, как при обычном ОРВИ. Это совсем по-другому ощущается. После болезни Елена по-другому стала относиться к средствам индивидуальной защиты. Маски и антисептик – это не просто правила, навязанные нам во время пандемии, но и элементарный способ, пусть на какой-то минимум, но обезопасить себя. Плюс к этому мы психологически каким-то образом, ну, разгружаем себя, потому что мы перестаем бояться. Мы думаем, что если у нас есть маска, то, соответственно, нам уже, ну, не так страшно, да. И, соответственно, опять же, у нас не вырабатывается кортизол, мы становимся спокойнее, и у вируса уже сложнее расшатать нашу иммунную систему. Поэтому, если не так сложно одеть маску, то нужно одевать маску. Вот у меня, например, с собой, да, я всегда ношу, у меня вот новые маски, масочные такие, тримпичные маски, ну, сколько угодно масок, потому что я делюсь этими масками там с людьми, у которых их нет. Елену в Краснодаре знают многие. И несколько лет она занимается общественными вопросами, активно участвует в жизни города. И этот факт повлиял на то, что к ней посыпались многочисленные вопросы от друзей и знакомых. Как взять себя в руки? Кому обращаться за моральной помощью и советом, когда коронавирус застал врасплох? Все обращают внимание на медицинскую точку зрения, потому что все думают, как лечиться, да, там, что пить, что не пить, какие антибиотики, какие противовирусные. Но никто пока там в информационном поле не говорит про психологический момент. А на самом деле со всеми людьми, с которыми я общаюсь, которые переболели коронавирусом, все отмечают одну и ту же вещь – депрессия. То есть тебя вирус, он конкретно погружает в какую-то депрессию. Кроме того, заразившиеся и переболевшие коронавирусом люди сталкиваются еще с одной проблемой. Окружающие относятся к ним с опасением и даже страхом. У людей очень тяжелый психологический страх есть, когда они встречаются с кем-то болеющим ковидом. Например, моя подруга сказала, боже, давай я тебе сделаю пирог с грибами и привезу хоть как-то тебя поддержать. И когда она приехала, она была в маске, в перчатках, там, чуть ли не в этом химзащитном костюме. Она положила мне там на первый этаж и убежала быстрее, быстрее, лишь бы со мной вообще никак не соприкасаться, не видеться. Получив десятки вопросов от знакомых, пройдя путь выздоровления, Елена всерьез задумалась о необходимости создания в Краснодаре объединения по психологической помощи заразившимся коронавирусом. Так как у нас работал, например, оперативный штаб, и можно было позвонить во время карантина, что-то узнать, было бы здорово, если бы сейчас работал такой же штаб по психологической и медицинской помощи, чтобы люди действительно могли обратиться, проконсультироваться. Врач приходит из поликлиники, он делает назначение, потом он уходит, и человек неделю, например, он один на один. Ему не с кем даже посоветоваться с профессионалом. Говорят, счастье, как здоровье, когда оно есть, его не замечаешь. И зачастую мы склонны думать, что нас-то это точно не коснется. А история Елены как раз помогает задуматься над вопросом, а как поведу себя я, если внезапно столкнусь с этим опасным вирусом? Мы еще раз напоминаем, это телемарафон, спасибо кубанским врачам. И вот общаясь с врачами, мы узнали о том, что разные больницы, разные медицинские учреждения, они между собой общаются, они помогают друг другу. И сегодня вот тот самый день, когда разные средства массовой информации тоже друг другу помогают, потому что подобные акции, подобные марафоны проходят... Всегда очень масштабно. Масштабно, да. И главное, что сегодня в этом участвуют все ведущие средства массовой информации Краснодарского края. Вот к нам сюда, в студию, приезжали гости из телекомпании Кубань. Наши коллеги. Наши коллеги, они снимали сюжет. Мы, наша съемочная тоже побывала сегодня у них, потому что у них тоже марафон в эти минуты идет. КТРК Кубань тоже участвует в этой акции. И печатные издания, Кубанские новости, Краснодарские известия, Комсомольская правда, все подключились, радиостанции Казак-ФМ, наши друзья. Мы в одном здании работаем. Все сегодня транслируют материалы, связанные с благодарностями нашим врачам, с их подвигами, с их историями. И очень мы надеемся, что вот таким образом, не важно, кого вы сейчас смотрите, слушаете, мы очень надеемся, что главное, мы донесем до каждого из вас, что говорить спасибо нужно. Это очень важно для врачей. Это очень важно даже для того человека, который говорит спасибо. Потому что говоря эти слова, ты становишься чище, ты становишься добрее, ты становишься здоровее. И сейчас мы хотим, чтобы вы послушали слова благодарности от актеров, от артистов нового театра «Кукол» Краснодара. Они тоже присоединились к нашему телемарафону. Здравствуйте. Я актер нового театра «Кукол» творческого объединения премьера Андрей Сидоров. Недавно позвонила в Красноярск к своей сестре. Она там живет и работает в больнице скорой медицинской помощи. Как всегда обычный вопрос, как дела, как здоровье, как ребенок. И на все она отвечает как-то вяло, так и уставшим. Нормально, нормально, нормально. В чем дело? Устала? Как работа? И она мне говорит, война. Чуть позже, конечно же, она объяснила смысл этой аллегории, этого сравнения. И вот мне захотелось создать такой маленький, небольшой снаряд и запустить его. Туда, на линию фронта, на передовую, в ту самую красную зону. Ну, а вдруг рванет? Правда, похожая на чудо, и о ней хочется рассказать. Валентин Феликсович Война-Исенецкий. Замечательный хирург, целитель, архиепископ, святитель Лука. Елизавета Петровна Глинка, всем известная, как доктор Лиза, в разговоре о нем заметила, я не пропагандирую его, потому что он в этом не нуждается. И не обсуждая его ни с коллегами, ни с больными. Но при этом считая, что еще в медицинских институтах и училищах нужно насильно заставлять читать врачей и сестер некоторые фрагменты из его трудов. Врач с большой буквы, о котором ходит легенда. Война-Исенецкий. В конце 50-х годов, когда рассказчица была студенткой, жила она тогда в Симферополе. Случилось с ней сильное недомогание, и отвезли ее на скорую в больницу. И вот лежит она в приемном покое, и час, и другой, и третий. Сознание временами стало покидать ее. И возвращалась все реже и реже. Вдруг сквозь мглу, сквозь пелену, видит она, спускается по лестнице старичок в белом халате. Медленно спускается, осторожно. Перила цепко так перехватывает. Подошел он, склонился над ней, а глаза у него белесенькие, словно слепые. И спрашивает дежурную медсестру, давно привезли, часа три, наверное, если не больше. А почему не оперирует? Портсобрание ведь отчетно-выборное. Не велели тревожить ни в каком крайнем случае. Он приказал быстро в операционную, и добавил, на ней осталось жить двадцать минут. Здесь сознание снова покинуло умирающую. Очнулась она уже в операционной. На стене висела икона Пресвятой Богородицы. И слепенький старичок молился перед этой иконой. Я успела подумать, вспомнила рассказчица, что мне страшно не повезло. Мало того, что хирург слепой, так еще и время теряет. Хотя сам сказал, что осталось двадцать минут. И вдруг я, безбожница, комсомолка, выбросившая бабушкины иконы, взмолилась. Пресвятая Богородица, спаси. Я знаю, что говорить не могла. Рот у меня пересох, и губы не шевелились. Я обращалась к Богородице мысленно. На старичок подошел ко мне и сказал, не тревожься, спасет. Операция прошла замечательно. И больную через несколько дней выписали. Спустя годы узнала она, что оперировал ее Симферопольский архиепископ Лука. Великий хирург Война Синецкий. Такая история. Сейчас непросто в мире, как на путстве от гениального специалиста, врача Война Синецкого, святителя Луки. Будь добрее. Будь добрее, чем принято. Ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро, вникая в нужды другого, пристально. Говори мягко, а остальное представь Господу. Именно любовь, ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинное моление, все теряет силу, если не будет основного. Любви к людям. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Попруга. Я артистка нового театра кукол творческого объединения «Премьера». Сегодня, здесь, вместе со своими родителями, мы хотим поддержать всех медработников, которые спасают жизни людей, стоят на передовой каждый день. Наша семья знает об этом не понаслышке. Наш папа – доктор, врач. И мы сегодня хотим порадовать всех медработников своей песней. Радуйся самому малому Каждому новому дню Доброму взгляду усталому Каждой пылим и в лесу Ты позволь себе мечтать И в мечтах своих летать Мир любовью согревать Мыслью сказку создавать Ты попробуй и тогда Ты попробуй и тогда Каждый новый день Твоего труда Радость вдруг войдет И красота Радуйся самому малому Просто тому, что живешь Мыслью, мечтою, стремлением Новую жизнь создаешь Ты позволь себе мечтать И в мечтах своих летать Мир любовью согревать Мир любовью согревать Мыслью сказку создавать Ты попробуй и тогда Ты попробуй и тогда Каждый новый день Твоего труда Радость вдруг войдет И красота Каждый новый день Твоего труда Радость вдруг войдет И красота Ну что, наш марафон Выходит на финишную прямую Напоминаю, что у вас остался всего лишь час Чтобы сказать спасибо Кубанским врачам Медицинским медикам И сделать это можно посредством смс По телефону И опять же Вот мы сидим здесь В этой студии Уже на протяжении Какого-то Такого продолжительного времени И ты знаешь Самое интересное Что вот за окном Сирены Они вот Они звучат И мы их слышим И здесь То есть сейчас Сирены скорой помощи Машины проезжают за окном То есть сейчас Кому-то плохо Сейчас Кто-то болеет Сейчас кому-то нужна Помощь И да Мы говорим Спасибо врачам Спасибо медработникам И я прекрасно понимаю Что многие из них Сейчас Этого просто не услышат Но я призываю вас Уважаемые телезрители Не стесняйтесь Говорить спасибо Сегодня Завтра Послезавтра Это спасибо Для врачей Очень важно А дальше Хотелось бы Немного истории Мы уже говорили Сегодня В марафоне Да мы говорим О тех врачах Которые Которые есть Сейчас И борются с ковидом Да и борются с ковидом Но традиции У кубанских врачей Они закладывались Очень давно В том числе И во времена Великой Отечественной войны И несколько месяцев назад Наш коллега Михаил Молчанов Снимал программу О том как работали Кубанские врачи В годы Великой Отечественной войны Давайте посмотрим вместе Им не до веселья И прогулок в парке Там врачи Герои И глаза их Яркие В красной зоне Страшно А врачам там Трудно За себя в ответе Каждый Абсолютно Берегите близких Рядом дети Внуки Надевайте маски Мойте чаще руки На нашем канале Телемарафон Спасибо Кубанским врачам Спасибо кубанским врачам Это название марафона Спасибо кубанским врачам Это то что мы хотим Сказать вам И я надеюсь Я просто Я просто уверен в этом К этим словам Присоединяются Те зрители Которые смотрят Сейчас наш канал И не только наш канал Потому что Эта акция Благодарности Врачам Идет во всех средствах Массовой информации Кубани И прямо сейчас Мы хотим Мы сегодня весь день Выходим на прямую связь Со съемочной группой В больнице Скорой медицинской помощи Краснодара И сейчас мы хотим Показать Прежде чем мы сейчас Поговорим с Миланой Мы хотим показать вам Фотографии Не только сотрудников Колл-центра Но и вообще Всех медиков Которые там работают Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Милана Урусова Она сейчас находится Там В больнице Скорой медицинской помощи Она Мне кажется Вот этой ответственности Набралась От врачей Она обещала Что она выйдет с нами На связь И поговорить с главным врачом БСМП Краснодара Давайте сейчас Нам подсказывают Что да На связи Милана с нами Мы попробуем Сейчас Послушаем И свяжемся С главным врачом Милана Тебе слово Здравствуйте Да Конечно же Напомню Что на протяжении всего дня Мы неоднократно выходили На связь со студией Мы и сейчас Находимся Здесь В диспетчерской Службе скорой помощи Краснодара И вместе С работниками Сотрудниками Коу-центра Мы отслеживаем Ежеминутно Поступающие звонки Их просто Невероятное количество И Они все разные Среди звонящих Конечно Многоменительных людей Которые даже Простудные симптомы Уже приравнивают к ковиду Но только после того Как конечно же Сдадут тесты Их уже осмотры Получат результаты Мы сможем понять Если вызовы были ложные Или же человек Действительно нуждался В госпитализации Обо всем Мы еще как-нибудь поговорим Подвезем естественные итоги Но пока Хочется мне познакомить С каждого нашего зрителя И вас даже коллеги С главным Врачом Городской клинической больницы Скорой медицинской помощи Николаем Босик Николай Владимирович Я вас еще раз приветствую Здравствуйте Здравствуйте Вот давайте пожалуйста Вспомним первые дни Когда мы с вами Краснодарцы Вообще узнали О существовании Вот такой Коварной болезни Вы были готовы С коллегами Принять вот этот удар Вы знаете Мы узнали об этом Самые первые Появились слухи Разговоры О том что в Китае Какая-то новая болезнь Это было еще с начала года Естественно Это было далеко от нас Естественно В общем-то Мы не понимали Как будут развиваться события Потом вы знаете Что в Китае Появлялось множество Разных болезней Они какие-то Полностью проходили Какие-то перекидывались Мерии Тоже очень быстро В общем-то Все исчезало Однако В феврале месяце И в марте Это стало Все более и более Близко к нам Все более и более Серьезно Наши коллеги Сначала в Китае Потом в Европе Докладывали Действительно Симптомах Которые Напоминали грипп Но протекали Достаточно длительно Количество людей Заболевавших Этой Вирусной инфекцией Действительно Очень прогрессивно И быстро Росло И Слово Подготовиться Оно Весьма действительно Хорошо звучит Но очень трудно Понять Как надо было Подготовиться Достаточно ли просто Маски Достаточно ли было Одеться полностью В костюмы Оттуда я И в этом костюме Попробовать поработать А ведь кто не работал Тот не представляет Когда ты оделся И чувствуешь себя В течении 15-20 минут Действительно Комфортно И нормально А когда 6 часов А когда 12 часов В нем То это совсем Другие ощущения Что с глазами Какие очки Да Это очень красиво звучит Но когда Вы в очках И в маске Они запотевают А какие очки Нужно одеть на очки Потому что Большое количество людей Докторов в том числе Сестер Ходят в очках Огромное количество вопросов Как перераспределить потоки Какие признаки У этого заболевания Которые Ну могли бы его Отличить от Любого другого Вопросов было очень много Мы совместно С Министерством здравоохранения С Роспотребнадзором Действительно готовились к этому Мы понимали Что нужно создать Запас каких-то Лекарственных препаратов Мы понимали Что нужно создать Запас каких-то Масок Перчаток Других средств защиты Мы понимали Что самая большая ценность Это люди И как-то необходимо Предотвратить Их заболеваемость Потому что если заболеют медики То в общем-то Оказывать помощь будет некому Но мы также понимали Что у нас нет Эффективных средств Для профилактики Мы понимали Что нет вакцины Мы понимали Что не все понимают Как течет заболевание И да Было действительно неприятно Было принято решение Организовать Так называемое Обсервационное отделение Отделение В котором Человек Наблюдают И Любой пациент Который поступает В больницу Должен поступать Был сначала В это Обсервационное отделение Пациент Госпитализируется В это отделение У него берется Тест В течение суток Мы получаем ответ И если ответ Положительный Мы переводим В ковидный госпитал Если тест Отрицательный То пациент Переходит В обычные отделения Где он лечится Кардиологические больные В кардиологическое Терапевтическое В терапевтическое Хирургическое В хирургическое Однако Больница скорой помощи Тем и отличается Что эти пациенты Не могут находиться В течение суток Без оказания помощи И это Обсервационное отделение Должно было иметь Операционную Реанимацию Палату интенсивной терапии Все специальности Врачей Которые будут Оказывать помощь Потому что Это может быть Травма И нужен травматолог В хирургии Нужен хирург В кардиологии Нужен кардиолог И по сути Мы организовали Вот в корпусе В одном из корпусов Больниц Больницы Такое отделение И в течение В общем-то Длительного времени Это было Действительно Совершенно по-другому Организована работа И это было Совершенно по-другому Проходили Все лечебные процедуры Которые мы привыкли До этого Это очень было сложно Это сложно было И физически И морально Наверное И для наших пациентов Тоже И для докторов Сестер Санитарок И так далее Нужно было Отладить Систему взятия Анализов И их Быструю В общем-то Подачу назад Потому что Анализ Взять Это одно Дело Надо Быстро Отнести Быстро Получить Результат Быстро Отдать И были Разные Сбои И я не скрою Что действительно Мы учились В общем-то Наверное Со всем миром Работать по-новому Вы знаете Мне кажется Было очень здорово Когда Наши Жители Крайовой столицы Каким-то образом Пытались Помочь Врачам Кто-то Мог привозить еду Кто-то позаботиться Граффити Те же самые Которые наносили Вот на эти стены Чтобы хотя бы Вызвать улыбку Врачей Мне кажется Это было очень здорово Вы знаете Это был период Очень тяжелый Для нас Очень тяжелый Наверное И для людей Всех жителей И города И края И вообще всего мира Но Вот действительно Это был период Когда Отношение К медработникам Будь то врачи Санитарки Медсестры Фельдшеры Неважно Было невероятно Теплым Невероятно Понимающим Невероятно поддержившим Нам приносили еду Нам звонили Писали просто Отободряющие письма Нам записывали Какие-то ролики Нам просто звонили Чем помочь Это действительно На моей памяти Это впервые И прямо сейчас Я хочу сказать спасибо Огромное каждому Неравнодушному Краснодарцу Жителям края Которые Действительно Помогали нашим Дработникам Пожалуйста Не забывайте Что работу Врачей Работу Диспетчерской службы Недооценивать не стоит И берегите себя Заботьтесь О своем здоровье Берегите окружающих Чтобы не допустить Вот этого Жуткого распространения Невидимого Назовем его Вот так Врага Потому что Действительно Мы не можем С вами Вот так Определить Мы больны Ковидом Или же нет Коллеги Аня Алексей Передаю вам слово Большое спасибо Милана Спасибо большое Милана Спасибо Спасибо твоему гостю Да Главный врач Больницы Скорой медицинской помощи Николай Босак Был сейчас В прямом эфире И я напомню Что целый день Наша съемочная Дежурила В БСМП И мы показали Ранее анонсированный материал Да Мы просто Сегодня успели Показать вам Не все В прямых включениях Да Это больше было Общение живое С специалистами С медицинскими работниками А сейчас мы хотим Вам показать материал Который буквально Недавно у нас в новостях прошел Но он очень душевный Может быть вы лучше поймете То о чем говорит Милана Что работа Сотрудников колл-центров Врачей Всех Кто работает в БСМП Достаточно Может быть Недооценена Нет Она просто героическая На самом деле Да Смотрим Здравствуйте Скорая помощь Краснодар 21 Слушаю вас И таких звонков У каждого специалиста За день сотни И каждому звонящему Нужно уделить внимание В это время На телефонной линии Уже ждут десятки Других нуждающихся В помощи Как тут не пасть духом Как не бросить все Но они держатся Всего 30 человек На весь Краснодар Миллионник 11 принимают звонки Сотни звонков За 12-часовую смену Скорая Краснодара 57 Здравствуйте Другие врачи Как опытные логисты Распределяют вызовы По ближайшим К больному автомобилям Скорой помощи Помогают в этом Современные технологии На экране видно Где находится каждая машина Работа специалистов Действительно Очень тяжелая Обычный человек Не выдержал бы и дня Они не просто выдерживают Но и стараются Не только принять вызов Но и помочь Подсказать Посоветовать Каждый из этих специалистов Дипломированный медик Поэтому рекомендации Всегда краткие И полезные У нас не просто Диспетчер Который принимает вызов У нас вызов Принимает фельдшера То есть люди Которые работали В бригаде Которые уже Умеют лечить Умеют диагностировать В тяжелое время пандемии Звонков стало Особенно много К сожалению Работе мешают И телефонные хулиганы И любители Поговорить по душам Они не понимают Для спасения Чьей-то жизнь Иногда не хватает Считанных секунд К сожалению Таких звонков Конечно бывает Очень много Потому что Вызывают люди Немножко неадекватные Не понимающие Для чего существует Экстренная помощь Это в основном Детки конечно балуются Потому что Сотовые телефоны Есть у всех Взрослые находящиеся В алкогольном опьянении Скажем так Ну и возрастные люди Которые бывают Вызывают Потому что Им нужно поговорить С кем-то Как и обычные люди Врачи устают От огромной нагрузки И серьезной ответственности Помочь им проще Чем кажется Для начала Стоит помнить Что на том конце провода Находится живой человек Каждый день Пропускающий через себя Чужие проблемы А зачастую и горе И перед тем Как набрать Заветный номер Скорой помощи Задумайтесь Действительно ли вам Нужна Скорая медицинская помощь Попробуйте позвонить По телефону Указанному ниже На котором вы сможете Получить консультацию И только потом Вызывайте бригаду Помните Что кому-то Сейчас Она может оказаться Гораздо нужнее Ну что Друзья У нас уже Подходит к своему Завершению Наш марафон Последний час Мы с обеда С вами Сегодня мы говорим Спасибо кубанским врачам И хотелось бы сказать Что подводили Мы сегодня хроники Рассказывали Как карантин начинался Как вообще пандемия У нас здесь Борьба с коронавирусом Развивалась Называли даты Сейчас в октябре И в ноябре Цифры намного Больше Чем были весной Вот буквально сегодня 153 у нас заболевших Подтверждено И только что Буквально мы узнали Что режим Повышенной готовности Продлен по постановлению Губернатора До 1 декабря Эта информация Публикована на официальном сайте Поэтому по-прежнему Масочный режим Ужесточен Действуют штрафы И к сожалению Количество смерти растет А дальше Вы уж простите нас Уважаемые зрители Мы будем читать С листа Не потому что Мы не знаем текста Потому что Ну правда Щемит горло И чтобы просто Просто не сбиться Не только сегодня Но и каждый день С начала пандемии Мы благодарим Кубанских врачей За самоотверженный труд Самым тяжелым пациентам Доктора подарили В прямом смысле Вторую жизнь Они спасли Чьих-то отцов Матерей Сыновей Дочерей Братьев И сестер В красной зоне Но уберечь себя Некоторые Не смогли 26 медицинских работников В крае Ушли из жизни До последнего вздоха Борясь С опасной заразой В своем теле Но к сожалению Они не смогли Справиться И среди них И врачи И медсестры И заведующие Отделениями Лаборанты Фельдшеры Санитары Водители Скорой помощи Пять из них Трудились В краснодарских Медицинских учреждениях И сейчас Мы с Алексеем Хотим озвучить Имена этих людей Чтобы они Остались в нашей памяти Ефремова Марина Григорьевна Фельдшер Скорой помощи В больнице Скорой медицинской помощи Номер один Она умерла В возрасте 58 лет Заведующий Рентгенотделением ВКБ Номер 3 Черджиев Олег Игоревич Покинул этот мир Когда ему было Всего 52 года Еще одной Тяжелой Утратой Для коллег И для Пациентов И близких Стал уход Веременко Александры Гениевны Врача-инфекциониста Заведующий Инфекционным отделением Специализированной Клинической И детской Инфекционной Больницы Ей было 55 лет В нашем городе Коронавирус Унес жизни Еще двух Медицинских Работников Это врач Общепрактики Который работал В 13 Городской Поликлинике И медсестра 3 Городской Поликлинике Краснодара Их имена И фотографии Мы К сожалению Показать не можем Это пожелания Родственников Покойных Мы его Игнорировать Как вы понимаете Не можем И Специально Вот к этой Части Нашей программы Наши коллеги Наши друзья Люди Творческие Подготовили Свои слова Благодарности Свои слова Поддержки Для меня Существует Три профессии В которые Люди идут По призванию По велению Сердца Три профессии Которым Служат Это профессия Врача Профессия Актера Профессия Учителя И безусловно На первое место Я для себя Ставлю Профессию Врача Без этих Людей Невозможно Представить Само наше Существование А сейчас В это Непростое Сложное Для нас Всех Время Мы Как никогда Раньше Нуждаемся В них Я искренне Восхищаюсь Тому В какой Отдаче В какой Самоотверженностью Эти люди Ежедневно Дельно И ночно Без выходных Рискуя Своим Здоровьем А порой И ценой Своей жизни Борются И спасают Нас Я Вспоминаю Стихотворение Николая Заболоцкого Которое Называется Смерть Врача Мне кажется В нынешнее Время Оно Очень Актуально Я хотела Бы вам Его Прочитать В захолустном Районе Где кончается Мир На степном Перегоне Умирал Бригадир То ли Сердце Устало То ли Солнце Нажгло Только Силы Не стало Возвратиться В село И смутились Крестьяне Каждый Подлинно Знал Что и врач Без сознания В это время Лежал Надо же Было Случиться Что на горе Беду Он Забыв Про больницу Сам Томился В бреду И однако Ж селень Полетел Верховой И ресницы В томлении Поднял Доктор Больной И под каплями Пота Через сумрак И бред В нем Разумное Что-то Задрожало В ответ И к машине Несмело Он пошел Темнолиц И в безблизи И в безгласное тело Ввел Спасительный Шприц И в степи На закате Окруженной Толпой Рухнул В белом Халате Этот старый Герой Человеческой силе Не положен предел Он И стоя В могиле Сделал То Что хотел Вы действительно Герои Нашего времени Вы Врачи Медсестры Медбратья Фельдшеры Водители Скорой помощи Все-все Кто причастен К этой Удивительной И благородной Профессии Как врачевание Я Преклоняюсь Перед вашим Трудом И хочу Сказать вам Огромное Спасибо За то Что вы Дарите нам Надежду И веру За то Что вы Возвращаете нам Наше здоровье И наша жизнь Низкий вам Поклон За ваш труд И пожалуйста Берегите себя Врачи Всегда На передовой А сегодня Так вообще Под прицельным Огнем Не только Опасного Вируса И других Болезней Но еще Под прицельным Огнем Недоброжелательных Слов Мягко скажем Недоброжелательных Пациентов Вы знаете Наша жизнь Недоброжелательных 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 Дорогие медицинские Работники Мне хочется Их вам посвятить Эта песня для вас Недоброжелательных Недоброжелательных Держитесь, милые врачи, вас мир уж точно не забудет. Простите нас за то, что так нетерпеливы, что не ценили высоко мы труд врачей. Теперь сидим мы в карантине выезливо, а вы сражаетесь, родные, без мечей. Еще немного, ну вот почти, победа над короной будет. Спасибо, милые врачи, вас мир уж точно не забудет. Спасибо, милые врачи, вас мир уж точно не забудет. Я желаю нам всем скорейшего освобождения. От этой заразы. Врачи, которые болели, да, спортсмены, все говорили спасибо врачам. Но сейчас у нас есть замечательная возможность сказать спасибо врачу. Врачу, глядя в глаза человеку, ради которого мы и все это действие у нас и началось. Итак, дамы и господа, в нашей студии руководитель кардиологического центра краевой клинической больницы номер 2 Валерий Макухин. Здравствуйте, Валерий Валентинович. Для зрителей мы, наверное, скажем, что Валерий Валентинович это тот человек, который трудится в красной зоне. Все верно. И вот буквально сейчас, сегодня он тоже работал там, в красной зоне и к нам приехал после своей рабочей смены. Если позволите, часто, когда к нам приходят гости, я имею в виду в разные программы, я знаю, что ведущим, и мне в том числе, задают такой вопрос. По-моему, даже мы с вами это обсуждали, когда вы были гостем в одной из наших программ. Как вам удается не волноваться? Вот мне хочется у вас спросить, как вам удается не волноваться? В красной зоне. Как вы не боитесь туда заходить? Так дело в том, что мы же туда заходим в средствах защиты. А средства защиты, они достаточно надежные. И поскольку у нас это все идет с апреля, в общем-то, свою эффективность они доказали. То есть, если не нарушать все порядки, как нужно одеваться, как нужно раздеваться, это отдельные церемонии. Все разработано. Если ничего не нарушать, если все делать правильно, то все получается достаточно хорошо. И, ну, вот мне удается не болеть с тех пор. Более того, уже появилась возможность, я привился первой дозой вакцины гамалеевской, которая есть в нашей больнице. Поэтому, надеюсь, не болеть и дальше, поскольку я, не извините меня ничего, собираюсь соблюдать все четко правила, санитарно-эпидемиологические и дальше. И всем другим это тоже рекомендую. Скажите, пожалуйста, Валерий Валентинович, а вот когда мы с вами только договаривались, приглашали вас в студию, была такая информация, что вроде бы как вы, наверное, врач, который дольше всех, как бы два проработал в красной зоне. Это действительно так? Есть какая-то статистика? Кто-то ее ведет? У нас ведется статистика, но я, честно говоря, ее не отслеживаю. Ну, когда мы одеваемся и заходим в красную зону, там на компьютере делается отметка у каждого человека, независимо от того, врач, медсестра или санитарка, да, при выходе из зоны точно так же делается отметка, то есть это все отслеживается. Ну, дольше всех или нет, мне сложно сказать. У меня были перерывы в работе в красной зоне, в мае я там работал, июль-август работал чистой. С августа возникла необходимость, и я там. Ну, не это на самом деле главное. Там работает достаточно много людей, каждый выполняет свою функцию. И, в общем-то, невозможно работать и без медсестер, и в мирное время без них невозможно работать. Невозможно работать без младшего медицинского персонала. Ну, и врачи, естественно, тоже нужны, и все заходят. Сейчас все прошли подготовку любой специальности по инфекционной патологии. Это было еще в апреле. Поэтому и хирурги, и терапевты, все оказывают помощь инфекционным больным на одном уровне. Слава Богу, есть российские рекомендации. Уже вышла девятая версия. Разработаны методы лечения. Имеются препараты. Препараты эти имеются и в нашей больнице. Администрация об этом заботится. И, в общем, есть чем лечить пациентов. Единственное, что очень бы хотел, обращаясь к потенциальным людям, ко всему населению края, к потенциальным пациентам, лучше не становитесь пациентами, потому что нагрузка все равно большая сейчас на здравоохранение. Что хотел бы сказать, несколько важных моментов. Вирус, коронавирус, не летает сам по себе в воздухе. Он летает только с капельками слюны. С нашей помощью. При чихании, кашле, если человек, у которого он есть, независимо от того, болеет он или считает себя здоровым. Вот он чихнул, к примеру, прикрылся рукой. А потом этой рукой взялся за поручень в транспорте, взялся за ручку дверей в магазине и пошел дальше. Мы об этом, не знаю, взялись за тот же самый поручень, а потом почесали себе нос или глаза, и на капельках слюны вирус попадает к нам. Через кожу он не пройдет. Но через слизистые оболочки, так называемые, вот где глаза, нос, рот, он может попасть в организм. И подавляющее число заражений именно такое. Все воздушно-капельные инфекции, они не летают в воздухе. Вот исключение кори, от нее можно заразиться, пройдя мимо палаты с пациентом. Но вот кори давно есть прививка, и все прививаются. Здесь же самое главное. Вот вы вышли из дома и считаете, что все кругом потенциально заражено вирусом. То есть, если дотронулись, да что-то, не трогайте лицо, пока не обработаете руки. В каждом магазине, сейчас в каждом учреждении стоят средства-санитайзеры. Кто ими пользуется? Я захожу, смотрю, один только я. Почему другие не пользуются? Нет, нет, нас двое. Вот нас двое. В магазинах? Я это точно говорю. В магазинах я бы не смогу дотрагиваться до него. Так из него капелька дезраствора выйдет, и все, и вы обработаете руки, и вируса не будет. Я поменяю свою... И тогда можно уже, если очень надо, там, хотя лучше браться, нажимать кнопку лифте пальцем, а чесаться тыльной стороной. И тогда вирус физически не... Физически не... Китайцы показывали туалетные бумаги, нет такой необходимости. Просто не трогайте лицо не только что вымытыми или обработанными руками. И не попадет вам ни коронавирус, ни какой-либо другой вирус. Подождите, Валерий Валентинович, получается, вот из того, что вы сейчас рассказали, что если соблюдать все правила, если следить за собой, то в красной зоне безопаснее, чем в том же магазине, в трамвае или где-то еще? Ну да, потому что мы в средствах защиты, на нас могут там чихать, там чихают, кашляют пациенты, но мы потом все это сняли, обработали, приняли душ, как положено, все по регламенту, да. И вышли, вот мы безопасны. А в магазине, ну в лучшем случае маска. Значит, что касается маски. Маска предназначена для защиты других. То есть доказано, что если человек, у которого есть коронавирус, он в маске даже чихнет, количество вылетевших капелек будет намного меньше и меньше вероятность заразить других. Поэтому, когда мы в маске, мы заботимся о здоровье других соседей. Нас она, конечно, защитит от того, кто чихнет нам в лицо, но слава Богу, это бывает нечасто. Поэтому, когда введено правило масочного режима, если мы все будем друг о друге заботиться, соответственно, тоже никто болеть не будет. Вот я тоже хотела бы... Да, да, да. Нет, нет, нет. Вы в красной зоне работаете. Можно еще один вопрос вот в догонку? Вы там, вот люди ведь есть до сих пор, как их уже называют, диссиденты, да? Ковид-диссиденты. Ковид-диссиденты. Вот такое понятие появилось. Встречаемся с такими даже в отделении. Вот расскажите, пожалуйста, есть... То есть, подождите, человек уже болеет, у него уже поставлен диагноз, ему уже плохо, а он продолжает говорить... Да. Как? Что его туда случайно загнали обманным путем. У нас разного возраста редко, но встречаются. Конечно, когда совсем плохо, он уже начинает это верить. Но, к сожалению, у коронавируса есть такое очень нехорошее свойство. Он может захватывать новые части легких воспалением даже на фоне лечения. И чем раньше человек обратится за помощью, тем раньше он начнет правильное лечение. Не все противовирусные препараты действуют на коронавирус. Есть определенные. Врачи об этом знают. Вот не надо заниматься самолечением, надо быстро обращаться за медицинской помощью. Вам было торное звено. Если высокая температура больше трех дней, может и скорую, и одышка, скорую помощь вызывать в любое время дня и ночи. Медики знают, что нужно делать в этой ситуации. Главное не тянуть. Очень много тяжелобольных это из тех, которые затянули обращение за медицинской помощью. Кроме того, уже не раз было сказано. Люди с избыточным весом. Это группа риска. Коронавирус течет намного тяжелее. Люди с сахарным диабетом. То же самое. С гипертонией даже. И то проблемы. Поэтому те, у кого есть хронические болезни, соблюдайте предельную осторожность. Спасибо огромное. У нас совсем немного времени остается до конца нашего марафона. И мы когда готовились, мы, честно скажу, специально хотели, чтобы именно вы появились здесь в нашей студии. Вот в то время, когда мы будем прощаться. Потому что в вашем лице мы хотим сказать большое, огромное спасибо всем врачам, всем медикам. Здесь, на Кубани, за ее пределами, во всем мире. Спасибо вам большое за то дело, которое вы выбрали, за то дело, которое вы делаете. И большое спасибо, наверное, вашим родным, надо сказать, за терпение. Потому что я представляю, что чувствуют они, да, вот в то время, когда вы, как на войне, где-то там отсутствуете, в красной зоне, волнуются за вашу жизнь, здоровье, мне кажется. Они уже привыкли. Привыкли уже, да? Ну, мы готовы работать, но, пожалуйста, надо, чтобы уменьшилось количество пациентов, чтобы люди соблюдали осторожность. Это будет самая лучшая помощь нам. Если будет меньше пациентов, медработникам всегда легче. И в мирное время тоже. Я правильно понимаю, что если мы будем носить маски, пользоваться санитайзерами, если будем социальную дистанцию, если будем заниматься самолечением, если будем вовремя обращаться. Соблюдать здоровый образ жизни, да, и помогать друг другу. Это будет самое лучшее вам спасибо. Да, совершенно верно. Ну что ж, ну тогда я могу сказать. И вот об этом мы и просим. От лица всех медиков, прошу всех это все соблюдать. Ну, а мы от лица всего города, Краснодарского края, нашей телекомпании, нас, Алексеем. Говорим вам еще раз огромное спасибо за то, что пришли, за то, что спасаете жизни. И напоминаем зрителям, что в эфире телеканала Краснодар сегодня у нас был телемарафон. Спасибо кубанским врачам. Все СМИ объединились для того, чтобы весь день говорить разными способами. Спасибо медицинским работникам. Я надеюсь, что все получилось. Мы видели ваши смс-сообщения. Я надеюсь, что вы видели то, что для вас готовили наши герои, наши артисты и гости в студии. Увидимся уже в следующий раз. Но, опять же, дорогие врачи, держитесь. Мы помним, любим. Большое спасибо. Панику это имеет в виду, которая она была? Нет.